Так близко. Мы с ним вместе принимали вступительные экзамены в университет. Но их парами принимали. И, значит, там была такая пара, ну, там вот был Кукаркин и я. Я там был только что поступивший в аспирантуру, значит, мальчишка, а он, значит, видный человек. А с другой стороны, нужно было сделать так, чтобы экзамен по математике, чтобы там я спрашивал, а он, значит, как-то в этом участвовал и не очень мешал. И это был такой психологический этюд, потому что, ну, в общем, нужно было деликатно себя вести. А там вступительный экзамен – это очень своеобразная вещь. Дмитрий Дмитриевич, мы сейчас передадим бразды правления председателю, и он через пару минут вам даст слово. Владимир Анухимович, выйдите на связь, пожалуйста. Привет, Дима. Добрый день. Слушаю, я здесь. А вот сегодня председательствует Владимир Анухимович. Председательствует он на дистанционке. Если возникнут хоть какие проблемы, я на подхвате в конференц-зале. На этот момент в конференц-зале ГАИШ присутствует огромная толпа из одного человека. Это их. Вот вошел еще организатор его и забегал еще один человек. Ну, наверное, много онлайн. Много людей онлайн присутствует. Пока онлайн меньше. Пока 22. 22. Вчера 25. К этому времени или чуть позже? Чуть позже. Ну, вот надо подождать еще 2 минуты, там, 5 минут, и народ подсоединится. Ну, как ждать? Ждать неизвестно сколько. Там программа. Решать это председателю. Председатель не я. 5 минут – это как раз на университетское разгильдяйство всегда дается. Скажем, за последние несколько секунд уже стало 26. Вот именно. Давайте 5 минут подождем. Это решает обытка. Я оторву. Хорошо. 5 минут у нас есть. Можете пока заниматься свободным трепом. Свободный разговор. Я вижу, что здесь... Так, так, так. Докладчики. Докладчики, докладчики. Кузнецова не видно. Я сдавал Соломону Борисовичу экзамены и по теоретической астрофизике, и по магнитной гидродинамике. И вот на экзамене по магнитной гидродинамике он слушал ответ по билету, и так как-то такой отвлеченный был у него вид. И я рассказал все, а потом он мне говорит, а вот скажите, и задал мне такой провокационный вопрос, который требовал сообразительности. Ну, я ответил ему, и он так был удовлетворен, и, значит, он поставил мне пятерку. В основном он старался именно за дополнительные ответы ставить отметки. У него была такая вот особенность. Не просто там формальное изложение билета, но вот именно ответить на как хаверзный вопрос. Тридцать четыре. Ну вот, сейчас минутку еще, и можно начать. Народ бегом бежит, бегом. Девали, у нас двое слушатели и организатор второй. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Добрый день. Привет из Казани. Привет. Рад вас видеть и слышать. Взаимно. О, докладчик еще пришел один. Так, уже 38. 38, да. Ну, сейчас начнем. Да, уже можно начинать. Так, секундочку, я все-таки на всякий случай. Алло, Володя, вы помните, что у вас через полчаса доклад? Я уже на связи. А, вы уже на связи. Не заметил вас. Все, извините. Я прошу прощения, прежде чем председатель начнет, я напомню участникам, что по договоренности с астрономическим журналом, статьи могут быть опубликованы в астрономическом журнале с зачетом отзыва комитета за одну из двух рецензий. Те, кто хочет публиковаться в астрономическом журнале, благоволят сообщить об этом в комитет. Скажем мне. Решите мне тоже напомнить. Я вчера об этом уже упоминал. Мы разослали во все астрономические учреждения предложение прислать аннотации о себе на английском языке. Те, которые содержатся в справочнике астронома России. Ну, и дополнительные аннотации, кто докторами стал нам и так далее. Вот, значит, в конце этого года Академия наук планирует издать сборник на английском языке. Поэтому просьба не затягиваться этим делом, потому что уже к сентябрю мы должны представить рукопись. Работа очень большая. Анатолий Михайлович, тому очень много исправлений нужно внести. Ну, пожалуйста. Да, да, да. Все. Любой может свою справку исправить, но только уже на английском языке. Присылать нужны и русский, и английский вариант, чтобы легче было уточнять английский. Потому что наверняка английский должен будет присосывать. У нас специальные люди есть для этого. Они вот на основании русского и английского текста будут идеальный вариант. Анатолий Михайлович, сопроводительное письмо было написано так, что можно понять, что предполагается второе издание на русском и первое издание на английском. Или это будет только на английском? Нет, пока только на английском. Если получится удачно, то на следующий год, также в Академии наук, у них ежегодный план издательства. Если будет нормально, то мы закажем в Академию наук русский вариант второго издания. Хорошо. Сейчас пока вот решили начинать с английского издания, потому что большой интерес очень иностранных ученых к нашим исследованиям. Вот мы недавно получили из Голландии письмо, что они, видимо, просмотрели наш справочник, он же сейчас выложен в интернете. И их заинтересовало, они, так сказать, просят все-таки на английском языке опубликовать. Нет, нет, несомненно, это очень полезное предприятие. Англоязычное издание – это очень нужная вещь. И в конце указывать свои e-mail, чтобы можно было общаться с каждым. В этом онлайн-зале сейчас 37 человек. Я думаю, что все можно начинать. Дмитрий Дмитриевич, вы готовы? Да, конечно, конечно. Отключить микрофон у всех участников. Каждый, кто захочет потом что-то сказать или спросить, самостоятельно включает свой микрофон. Прошу, Дмитрий Дмитриевич, начинайте. Я хочу сказать, что такая традиция исследований магнитных полей в космосе, она в очень многом связана с именами Пикельнера и Каплана. И для меня это особенно как-то близко. С Соломон Борисовичем мне не выпало счастья так близко общаться просто по возрасту. А вот когда мы начали работать вместе с Сашей Розмайкиным, мы написали первую статью, которую стоило как-то обсуждать. Первое, что мы сделали, мы поехали в Нижний Новгород, тогда Горький, и рассказывали там ее на семинаре. А после этого Самуил Аронович нас пригласил в гости, и мы там это, значит, рассказывали. Я много про него узнал, сейчас не буду всего этого такого личного пересказывать. Но, в общем, это был такой совершенно естественный шаг. И вот такая традиция Горьковской такой вот школы, она много лет как-то сопровождала все наши работы. И много тут есть что рассказать, но давайте перейдем к научной стороне дела. Значит, первое, как открывается проблематика Динамо обычно, это вопрос о солнечном цикле. Ну вот стандартная картина эволюции солнечных пятен. И здесь просто простым глазом, как это в свое время было в XIX веке замечено, вот есть такие максимумы числа пятен, которые идут приблизительно через 11 лет. Видно, что это достаточно сложное явление, это не просто периодическое явление. Ну, на самом деле, конечно, это самый такой примитивный подход, и за последние десятилетия мы знаем, что на самом деле феномен солнечного цикла – это гораздо более сложное, гораздо более богатое явление. Ну, вот так к нему подходили люди, и такое понимание того, откуда бы эта частота, в общем, необыкновенно установлена. Конечно, это не буквальная периодичность, конечно, длительность цикла немножко меняется, но по сравнению с очень заметным изменением амплитуды цикла – это, в общем, очень умеренные изменения. И вот в классической работе 1955 года Юджин Паркер, как известно, он предложил объяснение, которое, ну, после развития, после соответствующего модификации, оно дожило до нашего времени, и оно состоит в том, что в глубине всего этого лежит неустойчивость, которая приводит к росту магнитного поля, ну, а потом стабилизации с колебанием, и происходит это в результате действия электромагнитной индукции. Это было известно, понято еще в 19-м году армором, когда стало ясно, что просто, ну, вот, ну, нет другого чего-то, что может к этому привести. Но реализация этого, этой идеи, она оказалась очень сложной, потому что правило Ленца, оно говорит, что так просто нельзя вырастить за счет электромагнитной индукции магнитное поле, а нужно, потому что правило Ленца говорит, что выращенное магнитное поле, оно направлено противоположное исходному. Но вот Паркер понял, что нужно, чтобы было, ну, что-то вот вроде двух эффективных контуров, и один из этих контуров, он символизирует, значит, полоидальное магнитное поле, ну, или радиальное, там, это в зависимости от конкретной реализации. Это поле, похожее на поле, ну, просто магнита такое дипольное, а второе поле, это тараидальное поле, оно где-то там внутри Солнца лежит, и от него какие-то следы выплывают на поверхность в виде солнечных пятен. И вот между этими двумя компонентами поля происходит обмен из полоидального поля, получается тараидальное, это, в общем, понятно, это происходит за счет дифференциального вращения. Магнитное поле вморожено в среду, разные части среды вращаются с разной скоростью, из полоидального поля получается тараидальное, просто за счет того, что разные участки среды вращаются с разной скоростью. При этом оно там растягивается, усиливается, но если вот просто этим ограничиться, то оно со временем затухнет, потому что участки с противоположной направленностью, они будут сталкиваться друг с другом и аннигилированы. А нужно как-то восстанавливать полоидальное поле через тараидальное, и вот Паркер понял, что это можно сделать за счет того, что среда зеркально-ассимметрична, вот как, в результате чего она именно становится зеркально-ассимметрична, это не так важно, потому что важно, чтобы в игре появился какой-то псевдоскаляр, ну вот его сейчас традиционно принято называть буквой альфа, и тогда может появиться компонент магнитного поля, который не перпендикулярно, а параллельно. То правила, свойства симметрии это будут позволять. Ну и он, в общем, опираясь на здравый смысл и физическую интуицию, выписал в частном случае систему уравнений, а через 10 лет Штейнберг, Крауза и Редлер ее вывели, не зная совершенно работы Паркера, вывели из, ну таких вот первых принципов электродинамики. Вот, это и вот в рамках этих представлений солнечный цикл на этом уровне, это некоторое собственное колебание. Можно немножко поработать, вот эти уравнения, они довольно сложные, я их не буду выписывать, но они, в принципе, после некоторых замен переменных, они приобретают вид, похожий на уравнение Штейнбергера в квантовой механике. И видно, что вот это вот возбуждающееся колебание, оно формально аналогично возникновению дискретного уровня в потенциальной яме, в уравнении Штейнбергера. Ну, и вот в рамках вот этих представлений мысль развивалась, и в общем, вот те, кто был, вчера слушал секцию, которая была в ИКИ, там был большой доклад Касовичева, где он рассказывал о работах Вария Викторовича Пипина и его, как вот эта вот схема, ну, такая, в общем, ограниченная, она, значит, развивалась в сложную там теорию, где, значит, конечно, этот уровень, ну, за счет нестационарности, нелинейных всяких явлений, он размывался, естественно, но в целом, в целом, он происходил, вот в его основе было собственное решение некоторых уравнений. Понятное дело, что у этих уравнений, ну, поскольку там есть и диффузия, у них есть и какой-то непрерывный спектр, ну, поскольку довольно очевидно, что если там далеко от Солнца, ну, как-то возбудить магнитное поле, а потом предоставить самому себе, ну, оно, естественно, затухнет, без сохранения формы расползется, ну, так же, как если там разжечь костер и нагреть воздух, а потом он погаснет, а распределение тепла тоже расползется, это, конечно, явление непрерывного спектра, но не представляющее особого интереса в данной связи. Ну, и были потрачены там большие усилия, и Валерий Викторович там вчера про это много рассказывал, ну, и там и другие, но вот мысль вращалась вокруг того, как объяснить возникновение вот этого дискретного или дискретной линии в спектре активности. Но проблема в том, значит, еще раз посмотрим, вот довольно, в общем, бросается в глаза, что, конечно, дело здесь не сводится к одному, вот, какому-то дискретному колебанию. Здесь в этом распределении, а также в распределении всяких, во временной эволюции всяких других трассеров, есть еще много всяких деталей, которые многократно обсуждались. Например, обсуждался многократно вопрос о квазидвухлетних колебаниях, о пятилетних колебаниях, о цикле Глайсберга и так далее. Вот сама терминология, она заставляет думать, что вот если люди говорят о квазидвухлетних колебаниях, все-таки они чем, никто же не говорит о квазиодинадцатилетнем цикле, все так и говорят, одиннадцатилетний цикл, хотя он не точно одиннадцатилетний, они чем-то явно отличаются. И вот сформулировать, чем они отличаются и проверить это, в общем, оказалось не так просто. И вот чем больше в это вникаешь, тем все больше приходит мысль о том, что это явление, оно во многом похоже на возникновение непрерывных спектров в разных турбулентных и конвективных задачах. Вот смотрите, вот это знаменитая дорожка Кармана, которая возникает там за телом, которое обтекает жидкость, ну например, там за плотиной электростанции такая дорожка возникает, ну и много еще где. Вот здесь есть, конечно, разные образования, вот они здесь видны, эти вихри. Но это мгновенный снимок, вот в данный момент вихрь вот здесь вот, а в следующий момент он будет вот здесь, там этот разрушится, появится новый. И вот постепенно у довольно большой группы людей, вот авторов вот этой вот статьи, про нее вчера говорила Марья Михайловна, значит, формировалась мысль, что, наверное, это вот эти вот двух, там, пяти и так далее летние колебания практически про любую временную отметку, значит, на этой шкале времени уж кто-нибудь предлагал цикл, связанный с этим временем. Вот про нее возникает мысль, что это вот тоже что-то вроде непрерывного спектра. Вот действительно, если анализируется ряд трассеров активности, то выясняется, что аппарат вейфлет-анализа позволяет это сделать, выясняется, что да, действительно, вот они разные трассеры, они визуализируют разные участки этой, спектральный состав разных участков активности, но здесь соответствующие картинки приведены, и вы можете, используя вот этот вот механизм анализа, вы можете выявить, ну, во-первых, глобальный спектр, ну, в зависимости от того, какой вы берете трассер, он с разной степенью детальности, в деталях там отличаются друг от друга, ну, вот выясняется нечто, выявляется нечто похожее на спектральную линию, а кроме этого, значит, если вы берете достаточно длинный временной ряд, выясняется, что здесь есть, значит, и вполне такой непрерывный участок спектра. Выясняется, что вот есть деталь, которая отодействляется с тем, что вращение Солнца в это вносит вклад, это в данной связи не очень интересно, но вот откуда берется вот этот вот спектр, это, да, это вызывает интерес. Значит, можно, скажем, двухлетние колебания выделить, и выясняется, что, во-первых, они видны в разных трассерах по-разному, существенно по-разному, иногда в одних там не видны или совсем плохо видны, а в других видны, значит, гораздо менее устойчивы, чем этот самый цикл. А кроме того, можно спектр построить для различных кусков и выяснить, что вот 11-летний цикл, он там на любом сколь-нибудь заметном куске, там не попадающем в минимум маундер, он хорошо виден. А вот здесь просто выровнен спектр путем домножения на степенную функцию, чтобы был плоский участок спектра, его легче сравнивать. Значит, вот видно, что для разных участков спектра вот это вот заполнение в непрерывной области, оно очень разное. Это все вполне вписывается в представление о том, что такое непрерывный спектр. Вот если бы мы были, ну там, жили бы в микромире и видели, как выглядит непрерывный спектр излучения, ну какой-нибудь, значит, в оптическом диапазоне или могли бы наблюдать непрерывный спектр радиоизлучения, ну скажем, синхротронного излучения, и вот интересовались бы именно такими деталями, он тоже для нас бы выглядел примерно вот так же. То пролетит фотон там с одной частотой, то с другой, то, значит, и это все какие-то там флюктуации возникают. Выяснилось, что да, что и модели, вот о которых рассказывал тот же Валерий Викторович, вот он попробовал любезно и, значит, поучаствовал в этой работе, и, значит, действительно, и они тоже дают этот непрерывный спектр. Там он тоже вполне обнаруживается. И вращение солнца тоже вот оно видно в этих моделях, поищешь и найдешь. Вот, выясняется, что, ну, в зависимости от того, какую берешь модель, ну, иногда вот эта вот спектральная линия, она получше видна, ну, а можно взять не очень, значит, удачный вариант, ну, вот здесь вот он называется стандартным, ну, в сложившейся традиции. А, значит, на нем эта спектральная линия видна плохо, почти что видно только непрерывную часть спектра. Значит, вот с Марьей Михайловной и с Натальей Ивановной Бондарь мы поизучали, ну, что это является специальным свойством Солнца. Нет, это же видно и на других звездах, ну, по крайней мере, на В833 Тау, где есть достаточно длинный ряд наблюдений. Это тоже видно. Причем, причем, вот там виден только участок непрерывного спектра, может быть, спектральная линия тоже и есть, но, значит, ее просто, ну, там, короче, временной ряд наблюдений, и, может быть, мы, может быть, там вместо 11-летнего колебания, ну, там присутствует, ну, скажем, 150-летнее колебание, ну, в принципе, это может быть, почему нет, но мы не можем до него дотянуться с помощью имеющегося временного ряда. Ну, вот возникает представление, что это достаточно общее явление, наличие временного, наличие непрерывного спектра. Вот, когда мы стали получать эти результаты, то возникла, ну, такая своеобразная вещь. Ну, мы, понятное дело, их обсуждали с разными коллегами, и вот люди, ну, некоторые, скажем, из тех, кто занимался, значит, этими колебаниями, ну, они как-то стали говорить, ну, что же вы так на святое замахиваетесь, и на самом деле дело обстоит диаметрально противоположным образом, понимаете, вот наличие этих колебаний – это не артефакт обработки наблюдений, не артефакт наблюдений, они вполне физически, это вполне физическая реальность. Ну, так же, как вот то, что у, там, скажем, синхротронного излучения непрерывный спектр, никто же не говорит на этом основании, что оно нехорошо. И здесь вот возникновение этого непрерывного спектра – это вещь, которая крайне мало обсуждалась в литературе, и, в общем, про которую совершенно не сформированы представления о том, как ее можно объяснять. Потому что, ну, если вы на протяжении десятков лет описывали и объясняли, откуда берется спектральная линия, то остается не очень понятным, просто никто не пробовал вот этот вот участок непрерывного спектра получить. Ну, естественно, вот в следующей работе, значит, которую мы написали с Валерием Викторовичем, с Владимиром Духимовичем, ну, еще там с Тони Шибаловой, там показано, что эти, скажем, пятилетние колебания, они могут происходить, ну, в результате действия нелинейности. Примерно так же, как вот в турбулентности в этой, скажем, дорожке Кармана, там действительно происходит дробление масштабов, только не временных, а пространственных. И, ну, из, там, масштабы L, получается масштаб L пополам, там L на 4 и так далее. Вот здесь, только не в пространственном, а во временном спектре, получается, ну, может получаться примерно то же самое. Ну, во-первых, все-таки то, что это может получаться, это не значит, что это является основным, основным, сейчас, простите, убежала у меня куда-то презентация. Вот, что это является именно тем основным механизмом, который работает в реальном Солнце и в звездах. Ну, а потом он молчаливо предполагает, что есть вот эта вот спектральная линия в виде 11-летнего колебания. А пример звезды V833, Тау, показывает, что может ее и не быть, и, в общем, совершенно это ничему не противоречит. Есть еще другие звезды, где, в общем, складывается впечатление, что есть примерно такое же поведение, неизвестное в результатах данных АШК проекта. Тогда, в общем, не видно, что может приводить к такому удвоению, значит, временного масштаба, дроблению временного масштаба. Мы с Петром Готловичем Фриком провели, пока я готовился к этому докладу, провели поиск литературы, и выяснилось, что, в общем, в литературе разные другие варианты предлагались, но только не обсуждались. Ну, например, может речь идти о маломерном хаосе. Такие работы есть, но так тоже, как фон, проходили. Ну, во-первых, эта мысль заслуживает, мягко говоря, разработки, а кроме того, не очень понятно, как тогда выживает сам 11-летний цикл. Ну, вот в модели мы видели, что он может так поглощаться, теряться на фоне непрерывного спектра. Ну, может быть, так и есть, но тоже как-то это требует выяснения. Наконец, просто, скажем, вот мы, если отталкиваемся от аналогии с квантовой механикой, значит, там у операторов бывает просто непрерывный спектр и ничего такого. Но вот, например, у оператора импульса свободной частицы есть непрерывный спектр у линейного оператора. Допустила мысль, что просто вот у самих уравнений Паркера тоже есть непрерывный спектр, только мы не знаем, как его найти. Ну, я, естественно, почитал, что написано про это в учебниках по функциональному анализу. Ну, это вот рекомендация, ее понятно, как применить к оператору импульса в квантовой механике, но, так скажем, моих умственных способностей явно не хватает, чтобы эту рекомендацию реализовать в данном случае. Ну, там поработаем, может быть, и появятся идеи, как это сделать. Ну, в общем, такое впечатление, что в этом месте открывается совершенно такой неисплеванный и неразработанный участок, в котором есть место и проблемам ну, чисто таким математической физики, причем самой такой неординарной. и солнечной физики Солнца просто астрономии, звездной астрономии. Ну, и никто не запрещает подумать на подобные темы и во всяких других областях космического магнетизма. И, ну, видимо, мне нужно уже закругляться по времени, но я хочу сказать, что когда в тематике появляется ну, что-то вот новое, постановки вопросов, которые раньше не были видны, а теперь они явно появляются и требуют своего исследования, и причем это появляется не за счет того, что вы какую-то там внедрили ну, там, ультрасовременную аппаратуру и смогли наблюдать ну, что-то такое совершенно невиданное до сих пор. А на самых таких, ну, таких, в общем, традиционных трассерах активности это, как мне кажется, признак того, что наука жива вовсе не, ну, не перешла в период стагнации и что впереди еще есть много нерешенных интересных проблем. Спасибо за внимание. Наверное, пора кончать. Спасибо. Пожалуйста, несколько самых актуальных вопросов, потому что время у нас... Кто хотел бы что-то спросить? Прошу включить себе звук, прежде чем вы хотите задать вопрос, задавайте. Есть вопросы? Есть вопросы. Можно короткий вопрос? Да, пожалуйста. Дмитрий Дмитриевич, появление этой нелинейности в вашем понимании, вот вынести из этого доклада, появление непрерывного спектра можно считать как результат нелинейности динамо-процесса? В принципе, да. Эта возможность открыта. Только и вот то, что мы сделали с Владимиром Мухимовичем и Валерием Викторовичем и Антониной Сергеевной, это открывает, в принципе, возможность. Но понимаете, вот, ну, скажем, с точки зрения теории конвекции, это очень, ну, такое смелое предположение. Потому что, ну, конвективное время, ну, время оборота вихря на Солнце, оно заметно меньше этих 11 лет. И, ну, и период вращения Солнца гораздо меньше 11 лет. И то, что там вот появляется такой непрерывный спектр, ну, никто такого не ожидал, особенно. Спасибо. Так, если пока больше нет вопросов, я уверен, что вопрос на самом деле у каждого из нас есть, но мы должны все-таки двигаться дальше. Я думаю, что вопросы можно будет потом как-то дополнительно донести до докладчика и задать их письменным образом. А пока мы должны двигаться дальше. Следующий докладчик у нас Владимир Дмитриевич Кузнецов, прошу. Сейчас я самое главное должен уйти с этого. Да, унести свою. Кстати, к сведению участников, у нас сейчас уже 51 участник, так что зал, что называется, переполнен. Удалось мне ее унести, да? Не знаю, что-то тут у меня продолжает. Нет, ее закрыть надо. Так, вот теперь, пожалуй, все. Ага, да, спасибо. Прошу. Владимир Дмитриевич, включайте свою презентацию. Да, я хочу убедиться, слышно меня и видно ли презентацию. Так. Я звук включил и презентацию включил. Звук слышен, презентация не видно. Я ее запустил и включил демонстрацию экрана внизу. Ничего не могу сказать. Не знаю. В чем дело, не знаю. Так, кто умеет что-то подсказать, скажите. Шарис Кринтон внизу, Соберненькая. В зуму. Так, демонстрацию экрана нажали. Нашел. Меню появилось? Нет. Должно появиться меню. Там разные ваши запущенные окна будут видны. Вот надо из него выбрать и еще раз нажать кнопку подтверждения. Сейчас появилось. Появилось, да? Появилось. Ну, прежде всего, большое спасибо организаторам за возможность сделать доклад на столь представительной конференции, посвященной нашим выдающимся астрофизикам. И мой доклад будет посвящен ударным волнам в реальной космической плазме. И я еще возможно выписать работы Санна Борисовича и Санна Вароновича, которые в той же мере посвящены ударным волнам. Они изучали и сами волны космической плазмы и использовали эти волны для ударной волны для описания тех или иных явлений в космической плазме. И у меня, будучи тогда еще студентом... На полный экран перейдите. На полный экран перейдите. Режим показа. Да, да, да. Значит, будучи студентом повезло застать Санна Борисовича и семинары. И все мы можем считать себя учениками их, потому что мы учились по их статьям и по их замечательным книгам. Ну вот, рассматривая ударные волны в астрофизике, мы, конечно, исходим из наблюдений. И в 70-х годах, когда были запущены спутники в солнечный ветер, то появились измерения, которые показывали, что вот эта среда, она является температурно-анизотропной, то есть температура вдоль и поперек магнитного поля неравна, и плазма является бестолкновительной. И более того, было установлено, что в этой плазме регулярно существуют типовые потоки. Вот. И возник вопрос, как описывать такую среду и как описывать ударные волны в такой плазме. Вот. Здесь показана функция распределения протонов. Вчера, вот, когда были доклады про солнечный ветер и про Солнце, вот эти похожие распределения показывались. Вот видно, что функция не симметрична, это говорит о том, что есть типовые потоки такой плазмы, причем это речь идет о регулярной плазме. И значит, плазма является бестолкновительной, и вот система, извините, я буду, вынужден буду показать кое-какие уравнения, но просто главное будут слова. Есть МГД-описание для вот такой плазмы, значит, бестолкновительной, температурной, анизотропной, и с типовыми потоками. Вот здесь С, это два потока вдоль поля, С, продольная и прибрянная, которые связаны с продольной температурой и поперечной. И исследование ударных волн вот в такой среде реальной оно не проводилось. И вот нам было впервые получено такие решения. Вот удалось только в одномерном случае написать эти уравнения в диверсионной форме, причем, ну, это не всегда является достаточным для граничных условий на ударной волне, но в данном случае, вот учитывая такую вот показанную стрелками симметрию уравнений, вот когда есть производная по времени и по координате, и они так вот заменяют друг друга в последующих уравнениях, мы пришли к заключению, что это правильная система, то есть ее можно дивергентную форму использовать для описания граничных условий на ударной волне, и здесь вводятся такие безразмерные параметры, но мы знаем, что обычные параметры это там число маха, а здесь еще вводятся безразмерные параметры капа, которые связаны с типовыми потоками, и число маха здесь его неудобно вводить, потому что он зависит от типового потока, и лучше вводить число м, это отношение скорости течения, не к скорости звука, а к скорости тепловой, а скорость звука, она зависит от типового потока, и поэтому удобно вводить число м и вот этот параметр капа, Типовые потоки. Вот эти, соответственно, дивергентные члены слева-справа. И вот такие получается система уравнений на ударной волне, сохранения импульса энергии и типовых потоков. И это все, опять же, извините за эти гранузские формулы, но смысл в том, что мы определяем параметры за фронтом. То есть вот У2 на У1, Ру2 на Ру1 – это скачки. И они зависят от параметра М – это отношение скорости течения к типовой скорости перед фронтом. То есть справа стоят все выражения перед фронтом. И вот функция Y, которая здесь определяет все, она тоже зависит от числа М и от безразмерного теплового потока продольного вдоль магнитного поля. И вот на этой плоскости скорость течения или отношение скорости течения к типовой скорости и по вертикальной оси – это безразмерный тепловой поток. Вот мы получаем такую область решений, значит, разрежения. Здесь, значит, область сжатия для медленной и разрежения для быстрой. И справа область сжатия для быстрой ударной волны. Две ударные волны – медленная и быстрая. А вот эта кривая – это фактически зависимость линейных скоростей линейных волн. То, что мы назвали бы медленной магнитно-звуковая волна и быстрой магнитно-звуковая волна. Вот они так зависят от параметра КАПа. Вот. Ну и вот, значит, собственно, сразу мы сравниваем полученные решения с тем, что было ранее. Ну, это известное приближение ЧГЛ, в котором нет потоков. И вот мы видим, что черными это решение ЧГЛ мы видим очень сильное отличие этих решений, полученных от того, что есть, и это очень важно. Вот. Ну и вот, значит, это вот, значит, здесь при больших потоках наступает, значит, потоковая ионно-звуковая неустойчивость. Ну, это мы знаем, что есть в обычной среде. Здесь тоже вот эти зависимость линейных скоростей линейных волн от параметра КАПа. И вот видно, когда идет загиб, значит, здесь волны сливаются, и возникает эта неустойчивость. И вот на этой плоскости, опять же, вот эти черные, это область, значит, где существует устойчивость, а вверху и внизу, значит, это неустойчивость самой среды. А слева и справа – это неустойчивость уже за фронтом. Когда мы пересчитываем параметры за фронтом, то там оказывается, что вот эти параметры, поток превышает критическое значение, и возникает неустойчивость, таким образом возникает турбулентность. Кроме этого, есть еще две неустойчивости в анизотропной плазме – флангово-зеркальное. Мы записываем эти условия перед фронтом и считаем, что они не выполняются, есть устойчивость, а дальше мы определяем, что происходит за фронтом. И это, смотрим это условия, и оказывается, вот, что, значит, вот переписываны эти условия, оказывается, что вот здесь показаны области, значит, неустойчивости. Внизу шланг, внизу зеркальное, и вот то, что не застряхована, это область устойчивости. Но когда мы пересчитываем за фронтом, то вот эти кривые, вот, они, значит, до шланговой неустойчивости и неустойчивости наступают за фронтом ниже вот этой вот кривой для соответствующего М, а для зеркальной она выше. И получается, что вот для быстрой ударной волны у нас, значит, если мы находимся в области устойчивости перед фронтом, то за фронтом может быть шланговая неустойчивость, а зеркальной нет. А для медленной волны, вот здесь показана тоже, допустим, вот эта точка, это устойчивость будет зеркальная, относительно зеркальной неустойчивости перед фронтом, но неустойчивость за фронтом. А вот в этой точке, соответственно, будет устойчивость по отношению к шланговой неустойчивости перед фронтом и неустойчивость за фронтом. Таким образом, ударная волна генерирует, кроме того, что уже было сказано, ионно-звуковую неустойчивость и турбулентность, здесь она может генерировать турбулентность, связанную с неустойчивостью зеркальной и шланговой. И вот, собственно говоря, вот это резюме, потому что я сказал, и предполагалось, что совместные доклады с ЭКИ, и в общем, вот здесь я не буду говорить, что мы рассмотрели эволюционность этих волн, для этого надо было посчитать по методу Ландау число уходящих и переходящих волн, все это мы сделали, и оказалось, что у нас имеется области эволюционности, и, значит, также вышли Альфеновские волны, и тоже, значит, остается эволюционность. И последнее, для астрономов важно, а что, собственно говоря, отсюда проистекает, как мы можем это использовать для диагностики. Очень просто. Мы знаем, скажем, параметр температуры среды, можем определить типовую скорость, и мы знаем скорость ударной волны. Тогда мы можем определить число М, и мы можем измерить скачок, и тогда мы определяем вот из этого уравнения типовой поток и скорость линейных волн, число Маха, и делаем диагностику, значит, космической среды. Вот, собственно, все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Как говорится, в кулуарах. Следующий докладчик на месте. Валерий Михайлович Накаряков. Да, да, я здесь. Начинайте. Ваше время наступило. Включайте свою презентацию, если она есть. Давайте. Так, мой экран виден? Экран виден, только сделайте полный экран. Вот все. Вот сейчас. Доброе утро. То есть, ну, прежде всего, огромное спасибо за приглашение на эту конференцию. То есть, если на параллельной конференции, которая происходит в ИКИ, то есть там в основном специалисты именно по вот этой узкой области, о которой я буду говорить. А здесь у меня, так сказать, очень приятный шанс представить эти результаты более широкому астрономическому сообществу. Я буду говорить о методах диагностики магнитных полей, ну, в данном случае в короне Солнца, по магнитно-гидонамическим колебаниям. И, собственно, мотивация к тому, о чем я буду говорить, она связана с работами по изучению короны Солнца. Корона Солнца, ну, известно, что это практически полностью ионизированная плазма с огромной температурой выше 1 миллиона кельвинов. При этом плазма является холодной в смысле физики плазмы, потому что параметр бета, как правило, существенно меньше единицы. Это, так сказать, то, та область пространства, та область Солнечной системы, в которой формируется космическая погода. В общем-то, это единственная звездная корона, которая открыта для прямых наблюдений, что я чуть позже продемонстрирую. И в связи с этим эта среда может рассматриваться как естественная плазменная лаборатория с параметрами плазмы, достаточно близкими к параметрам, которые должны быть в реакторах для термоядерного синтеза. То есть в этом смысле есть очень интересный потенциал для обмена знаниями между лабораторной физикой плазмой и космической физикой плазмой. И, собственно, буду я говорить о изгибных колебаниях корональных петель. Это активная область, которая наблюдается в крайнем ультрафиолете. И вот уже более 20 лет крайне интенсивно изучаются события вот такого типа. Происходит энерговыделение, вспышечное, либо корональный выброс массы. И вокруг эпицентра энерговыделения мы наблюдаем затухающие изгибные колебания петель или плазменных петельных структур. Их хорошо видно. Если поймать глазом, то видно всегда. Видны петли, видно их поперечное колебание, которое достаточно быстро затухает. Сейчас подобные колебания наблюдаются достаточно уверенно. И недавно мы опубликовали каталог из нескольких сотен подобных событий. Но, собственно, чем они интересны, во-первых, наверное, прежде всего, это самые долгопериодические и длинноволновые электромагнитные волны в природе, которые мы можем одновременно разрешать как во времени, так и в пространстве. То есть, разумеется, есть куда более длинноволновые примеры электромагнитных волны, есть куда более долгопериодические, но чтобы одновременно разрешать во времени и в пространстве и длину волны, и период, ну, видимо, это уникальный класс событий, который позволяет нам это делать. Вот. Ну, значит, еще раз, если мы вернемся к фильмику, то есть видно, что колебание является быстро затухающим и, в общем-то, то, что является ключевым в данном фильмике, это то, что события возбуждаются во время энерговыделения, то есть во время вспышки или коронального выброса массы. Значит, теория этих колебаний, то есть они были открыты в конце 90-х, когда появились высокопрекцизионные изображающие телескопы космического базирования, которые работают в крайнем ультрафиолете. Но теория этих колебаний была создана существенно до их прямого открытия. Ну, в частности, это, Валерий Васильевич Зайцев и Александр Владимирович Степанов. То есть, начиная с 1975 года, теория этих волн сначала в рамках создания теории линейной, то есть дисперсионного уравнения, которое, в частности, показано на данном слайде, которое связывает частоты и продольные волновые числа данных колебаний с параметрами плазма как внутри, так и снаружи петли. Ну, как правило, стандартная модель, она рассматривает прямой цилиндр, хотя, в общем-то, было показано, что все эти оценки, они абсолютно справедливы и для петельных структур. И если мы рассмотрим плазмный цилиндр, в котором есть плазма с какими-то параметрами и продольное магнитное поле, который окружен плазмой с другими свойствами, а также с магнитным полем, то по такой базовой теории возможно несколько различных мост-колебаний, которые показаны в данном случае на картинке внизу. Разные типы колебаний соситочки, изгибные, разнообразные баллонные колебания. Ну, вот я буду говорить о изгибных колебаниях, которые выделены красным квадратиком, не знаю, красным овальчиком. В данном случае показана линейная поляризация этих волн, и вот эти волны достаточно уверенно наблюдаются в короне Солнца, и, как я говорю, они разрешаются как во времени, так и в пространстве. Чем они любопытны с точки зрения диагностики магнитного поля? Прежде всего, что в длинноволновом пределе, то есть, когда продольная длина волны много больше, чем диаметр осценирующей петли, ну, что, собственно, мы и наблюдаем, их фазовая и групповая скорости сходятся в пределе так называемой изгибной скорости, вот ЦК, то, что показано здесь, которая связана с альвеновской скоростью внутри петли, домноженной на вот такой вот некий коэффициент, в котором присутствует отношение плотностей плазмы внутри и снаружи осценирующей петли. То есть, таким образом, если нам удается измерить период и длину волны, ну, другими словами, период и длину осценирующей петли, поскольку мы говорим о стоящей волне, мы получаем возможность оценить альвеновскую скорость, и по оценке альвеновской скорости, если у нас есть независимая диагностика плотности плазмы, а, в общем-то, она возможна, поскольку излучение оптически тонкое, и, так сказать, есть методы, основанные на мере эмиссии и так далее, которые позволяют определить плотность плазмы, мы получаем диагностику магнитного поля. Вот, и, собственно, формула для этой диагностики показана здесь, а магнитное поле в осценирующей петле определяется ее длиной, определяется периодом колебаний, плотностью плазмы внутри петли и отношением плотностей внутри и снаружи. Вот это то, что мы называем, ну, одним из методов магнитно-гидродинамической сейсмологии, который позволяет получать оценки магнитных полей, в данном случае абсолютной величины магнитного поля, по изгибным колебаниям. Вот этот метод применяется уже более 20 лет, он достаточно хорошо развит, то есть этот метод является одной из прямых научных задач для проекта Atmospheric Imagine Assembly на Solar Dynamics Observatory, на космическом корабле. Вот, но, собственно, это все упирается, сказать, в некий такой фундаментальный, скажем, вопрос, поскольку данное магнитное поле может быть измерено по затухающим и сгибным колебаниям после энерговыделения. В общем-то, нам хотелось бы знать поле до энерговыделения, то есть, чтобы иметь какие-то, так сказать, возможности для предсказания, произойдет ли энерговыделение в виде вспышки или коронального выброса массы в данной активной области, и если произойдет, то какие есть ограничения на, скажем, энергию, которая может выделиться максимально, или, так сказать, мощность энерговыделения. То есть, нужна диагностика до того, как мы эти колебания наблюдаем. Ну вот, я немножко перескочил, два следующих слайда показывают недавние результаты. Это вот наша работа в прошлом году, в 2020 году. Это прямое численное моделирование данных колебаний, где мы учитываем не только петельную геометрию, но учитываем также стратификацию плазмы, мы учитываем также наличие непотенциальной компонента магнитного поля, и вот численные эксперименты по возбуждению изгибных колебаний показывают, что, в общем-то, данная формула, показанная на предыдущем слайде, она вполне адекватно работает, и ошибки, которые, кстати, возникают при упрощении модели до прямого цилиндра, до колебаний прямого цилиндра, до модели Зайцева и Степанова, они, в общем, существенно меньше, чем наблюдательные ошибки, которые связаны с разрешением телескопа и так далее. Вот, ну вот, собственно, проблема, о которой я говорю, проблема в том, что вот эти вот затухающие изгибные колебания, они возбуждаются энерговыделением, а нам надо знать параметры магнитного поля до энерговыделения. Вот, и здесь на помощь приходит новый режим, который, собственно, не так давно был открыт вот нашими коллегами, то есть это 2012 год, который показан здесь. То есть этот режим, это тоже поперечное смещение петли, но вот если мы посмотрим на временные карты, показанные справа, то есть, собственно, что здесь показано, мы, значит, имеем фильмик, то есть мы имеем куб данных, две координаты, это здесь плоскость неба, и третья координата, это время, и мы можем выбирать направление наблюдательной щели, ну, любым образом, в данном случае, перпендикулярно направлению осцилляющей петли, в смысле, перпендикулярно петли вдоль направления осцилляции. И вот то, что мы видим, мы видим, так сказать, не затухающие колебания, то есть, собственно, временное смещение центра или границы петли хорошо наблюдается в разных длинных волнах наблюдательных, и данные колебания отличаются от того, что я показал, прежде всего тем, что оно не затухающее, и самое главное, оно существует до каких-то, так сказать, вспышек или корональных выборов от массы. И это очень важно, поскольку дает нам возможность диагностики того, что мы видим, как бы, по этим колебаниям до энерговыделения. Это крайне интересно. Но прежде всего, мы должны быть уверены, что эти колебания являются собственными модами корональных петель, то есть, вот вся теория, о которой я говорю, она может быть применена. Вот это так, то есть, здесь показан скейлинг периода колебаний с длиной петли, то есть, видно, что, в общем-то, вот, так сказать, разброс данных достаточно большой, разброс данных достаточно большой, но линейная зависимость периода колебаний от длины петли хорошо прослеживается. То есть, это как бы подтверждает то, что колебания являются собственными модами корональных петель, и магнитное поле может быть оценено по, вот, так сказать, предыдущим результатам, предыдущей формуле, которую я показывал. И недавно, так сказать, этот метод был применен, то есть, собственно, впервые мы смогли построить, ну, в данном случае, карту альвиновских скоростей активной области. Это работает Сергей Монфинагентовым из Иркутска. То, что здесь показано, это вот лимб Солнца, изображение в крайнем ультрафиолете и разными цветами, ну, в данном случае, серая панель используется, показаны различные значения альвиновских скоростей в разных петлях. То есть, это как, так сказать, первый шаг в построении карты магнитного поля, потому что, так сказать, если, так сказать, продолжить эту работу и по данным, значит, которые получены в разных каналах телескопа AIA, можно построить карту магнитного поля. Ну, в данном случае, мы ограничились по строению карт альвиновских скоростей, потому что уже само по себе это достаточно интересно и влажно. То есть, это как бы то, что по-английски называется кругов принципов данной технологии. Вот. Теперь следующий вопрос. Ну, собственно, откуда берутся вот эти незатухающие колебания? То есть, они незатухающие, они классе-монохроматические. И, по всей видимости, моделирование этого процесса должно проводиться в самом простейшем, в этом философском подходе с помощью уравнения гармонического осциллятора с каким-то дампингом и с какой-то правой частью, которая компенсирует потери на затухание. Ну, первое, что приходит в голову, то, что правая часть должна быть периодической, то есть, это либо вытекание пимот, либо какие-то, так сказать, вытекание хромосферных трехминутных колебаний. Вот. Но эта гипотеза была практически сразу опровергнута, потому что, если мы построим распределение наблюдаемых амплитуд колебаний от длин петли или от периода колебаний, у нас не наблюдается в этом ансамбле наблюдаемых колебаний никакого ярко выраженного резонанса. Значит, это деление по петлям, это распределение по периодам. Собственно, маленький пищок в районе пяти минут видео, но это всего два события. То есть, видно, что, в общем-то, амплитуда практически не зависит от периода. Вот. А если бы, так сказать, было возбуждение резонаторов пяти минутными колебаниями, скажем, то, разумеется, у нас амплитуда пятиминутных колебаний, она бы, так сказать, была ярко выражена, так сказать, на вот этом распределении ансамбля колебаний. То есть, таким образом, мы исключаем, так сказать, возбуждение периодическим источником. Вот. Но у нас остаются еще две возможности, потому что, ну, как бы, хромосфера, фотосфера, они совершают хаотические колебания, грануляция, супергрануляция. Поэтому правая часть может быть случайной функцией. Вот. Ну, вот, когда мы впервые, так сказать, гипотезу, так сказать, исследовали, у нас результат был отрицательный, потому что мы можем воспроизвести квази-монохроматические колебания петли, вот, но не воспроизводим стандартную фазу колебаний. То есть, монохромат мы не получаем. Вот. Но совсем недавно с помощью Андрея Афанасьева, который сейчас в Америке, мы рассмотрели возможность возбуждения сигналом, который имеет спектр, похожий на спектр грануляционных колебаний. Вот, отклик осциллятора, ну, в данном случае, зимового уравнения на случайный, как бы, источник с красным шумом. Вот. И результат, который мы получили, в общем-то, достаточно адекватен и соответствует тому, что мы ожидаем. То есть, в данном случае это вот смещение петли в определенном месте. Вот. Но если мы построим распределение смещения вдоль петли, здесь горизонтальные координаты вдоль петли и вертикальные координаты частота, то есть, мы получаем совершенно стандартный спектр колебаний струны, тяжелой струны, фундаментальная гармоника, вторая гармоника и так далее. И, что интересно, сказать, то, что мы получаем соответствовать наблюдениям. Это тоже недавняя наблюдательная работа, которая показывает, в принципе, то же самое. Значит, это вдоль петли горизонтальные координаты и период колебаний наблюдаемых вертикальные координаты. То есть, хорошо видно распределение фундаментальной гармоники и второй гармоники. В этом смысле, как бы, случайный источник, грануляционные или супергрануляционные движения вполне могут возбуждать эти колебания. Вот. Хотя есть альтернативная теория, которая связана с теорией автокалибаний. Ну, в принципе, моя кандидатская была в институте кладной физики, то есть я принадлежу вот этой Горьковской школе радиофизики, поэтому автокалибания как бы у меня в крови, и мы всегда их пытаемся искать, где только возможно. В данном случае альтернативная модель связана с тем, что мы можем рассматривать петлю как струну, а источник энергии, это такое квасистационарное течение вдоль петли, ну, в частности, например, супергренуляционное течение, что позволяет поддерживать колебания с постоянной амплитудой. Ну, это некий аналог того, что мы поставим грузик осциллятора на кайтэн суши конвейер, то есть те, кто был в Японии, наверное, там есть такие конвейеры, на которых суши приползают клиентам, вот, и если конвейер движется с постоянной скоростью, то грузик на нем совершает собственные колебания, которые определяются собственно частотой данного осциллятора с пружинками. Ну, вот, такая же идея была применена к петлям, ну, вот, то, о чем мы говорим, это медленное плавное движение смычка и, так сказать, то, что возбуждает квазигрмоническое квазимонохроматическое колебание струны, вот, и в данном случае, собственно, математика достаточно стандартная, это уравнение релея, которое связано с отрицательным трением между смычком и струной, в нашем случае между супергеновационным течением и петлей, и удается воспроизвести режим с предельным циклом на фазовом портрете, который соответствует незатухающим колебаниям. Вот, и совсем недавно, вот, нашему огромному удовольствию наши коллеги из Бельгии провели прямую трехмерную численную симуляцию, численное моделирование данного процесса, и это вот результат их численных экспериментов, они показали, что, в общем-то, этот механизм вполне работает и все получается. То есть, таким образом, вот, я перехожу к заключениям, период незатухающих изгибных колебаний корональных петель зависит от длины петли, то есть, эти колебания являются собственными модами, соответственно, открывая возможности для сейсмологической диагностики активных областей. Вот, причем данная сейсмологическая диагностика возможна в течение периодов спокойного солнца, то есть, мы можем получать информацию о магнитном поле, и что, может быть, даже еще более важно, о свободной магнитной энергии в активных областях, причем, не только на низке, но и лимбовых, то есть, там, где невозможна экстраполяция, перед вспышками и перед выбросами массы. Это крайне интересно с точки зрения развития диагностики. Вот, ну и, как бы, более такой физический вопрос, то есть, что является природой незатухающих колебаний в явно диссипативной среде. Ну, в данном случае, то есть, мы, так сказать, видим возможность поддержки данных колебаний либо случайным источником, то есть, грануляционными течениями, либо в рамках модели автокалибанной. То есть, оба сценария работают, это показано, в общем-то, прямыми численными экспериментами в трехмерной МГД, вот, но, в общем, достаточно интересная и вкусная задача, которой нужно заниматься. Вот, и, собственно, заканчивая, здесь мой доклад, я хотел бы показать вот недавно вышедший обзор ангел-ревью апостеронами на астрофизикс с Дмитрием Колодковым о магнитодинамических волнах коронии Солнца, вот, ссылка, то есть, если есть интерес, то я с удовольствием пришлю фару. Собственно, все, спасибо. Спасибо, спасибо докладчику, желающий что-либо спросить. Есть, есть вопрос, разрешите. Вот, немножко, несколько слов еще дополнительно насчет механизма автоколебаний, вот, о физических представлениях, которые у вас тут работают. Значит, вот эта аналогия со смычком, она была бы вполне понятна, если бы, так сказать, ну, поверху петли что-то такое двигалось, и, значит, вот она временами состакивала, соскальзывала, тогда было бы действительно совсем как струна и смычок. А вы сказали про супергрануляцию, супергрануляция, она, собственно, шевелит основание петель. Вот, а как происходит автоколебция? Здесь, на этом месте аналогия не очень понятна. Нет, ну, я согласен с вашим вопросом, но, в общем-то, даже, когда играешь на скрипке, не обязательно водить смычком по центру струны, то есть, смычок может двигаться достаточно близко к пальцам, которые зажимают струну, поэтому супергрануляционное течение должно быть выше, чем точка закрепления магнитного поля в фотосфере. То есть, оно закреплено глубже, понятно. И вот то, что я говорил, прямые численные эксперименты подтверждают, что это работает. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так, следующий докладчик. Александр Владимирович, вы будете докладывать? Да. Прошу, загружайте вашу презентацию. Так, теперь мне нужно. Сейчас, одну минуточку. Надо мне перейти. Открыть презентацию и нажать кнопку внизу. Да, да, есть. Что-то появилось. Видим вашу презентацию, перейдите в полный режим. Да, вот я в полный режим сейчас ее, да. Очень хорошо, все видно. Видно, да? Да. У меня там много всяких, я уберу их с экрана. Так, так, что мне? Ага, вот так. Так, значит, мне Валерий Васильевич Зайцев и Павел Викторович Кронштадта поручили рассказать о роли фотосферной конвекции в нагреве солнечной короны. Ну, это вот конференция, посвященная идеям Пикеллина и Каплана современной софизики. Я хочу напомнить, что Соломон Борисович Пикеллина очень интересовался физикой солнечной короны. В частности, у него были работы по диссипации солнечной короны, по конвекции, как усиливается магнитное поле, как образуется хромосферная сетка. мы решили посмотреть заново на проблему нагрева короны. В общем, одна из нерешенных проблем на самом деле физики Солнца. Ну, я напомню, что радиационные потери и потери из-за теплопроводности, они примерно одного порядка, там, 10-28 в секунду. Кроме того, корона интенсивно теряет массу, примерно 10,9-10 килограмм в секунду. И вот вопрос возникает, каковы постоянные источники ее нагрева и пополнения массой. Ну, и мы хотим показать, что фотосферная конвекция играет определяющую роль в нагреве короны, в генерации электрических таков, в магнитных петлях и магнитных трубках, в частности, в спикулах. Ну, а их диссипация определяет вот эти процессы нагрева короны. Значит, напомню, модели нагрева короны, ну, они в основном, так сказать, связываются с волновым нагревом, нагревом джоулевой диссипации токов, включая и массу магнитных пересоединений, вот это микровспышки, значит, параметрический резонанс, но более-менее это связано либо вот с корональными магнитными петлями, которые передают энергию в короны, либо это просто волны, ну, в частности, оленовские волны. Вот, ну, и наша задача исследовать эффективность нагрева и петлями, и спикулами. Почему спикулами? Потому что новые наблюдения появились благодаря вот двум созданным недавно инструментам, это High Sea и Iris, и выяснили, что вот на высоте 20, примерно, тысяч километров корона над фотосферой. Корона Солнца занята вот интенсивными магнитными петлями и магнитными трубками, спикулами в частности. Ну, вот, картинки. Видно, что вот эти приборы, они там иногда на порядок лучше имеют разрешение, чем СДО и другие инструменты. Ну, и вот здесь тоже типичная картинка. здесь, так сказать, целый буш лес вот этих вот спиков, как говорят в английской, в англоязычной литературе. Ну, вот пример хромосферной сетки – это вот наблюдение СДО, состоящее из горячих трубок. Рассмотрим сначала нагрев магнитной петли, поскольку он достаточно популярный. Значит, для этого мы воспользуемся, ну, вот, моделью магнитной петли, которые мы вот в свое время с Валерия Зайцев и коллегами опубликовали в 98-м году в Астрономе Астрофизик. Этой идеи, конечно, Альвена и Карписта мы использовали о вспышенной петле как электрическом контуре. Значит, медленное изменение тока за время периода, много больше периода собственных колебаний контура можно описать вот таким уравнением, причем величина ЭДС, вот это очень важная формула, обусловлено фотосферной конвекцией в основании петли. здесь вот L1 и R1 это как раз радиус петли фотосферии, длина петли вот в этой области, ну, средняя скорость конвекции, ну, это фитовые компоненты магнитного поля. В области действия фотосферной ЭДС работает не проводимость спицера, ну, вернее, сопротивление спицера, как полностью низованные плазмы, а сопротивление каулинга, ну, которое, в общем, в свое время и Пикельнер показал, что это очень важное сопротивление учитывать в частично низованной среде, вот, ну, в частности, сопротивление зависит от тока, как и квадрат. Ну, если рассмотреть стационарную петлю, то ток сразу можно определить вот с предыдущего уравнения, F – это, значит, относительная концентрация нейтралов, скорость нагрева плазмы, ну, поскольку это, значит, R-квадрат, здесь уже как и в четвертой, вот, ну, это уже R0 – это петля, радиус петли уже в короне. Значит, традиционные потери можно оценить вот по этой формуле, это тоже примерно, значит, 10-28, вот в таком интервале температур, поток тепла из поверхности петли в корону из одной. Значит, он уменьшается из-за того, что петля, значит, ну, замкнутая структура вот магнитного поля, она препятствует распространению тепла попорек поля из-за вот этого параметра ТАУ и на гирочастоту электронов, которые в данном случае много больше единицы. Ну, вот этот момент значит, очень важен и получаем, что примерно 2 на 10-22 Эрг в секунду. Ну, и потерянные теплопроводности тоже о неизвестны, это 10-22. То есть, получается, что вот на Солнце постоянно должны работать примерно 10 в 6-й горячих петель, то есть, горячих, где до 10-7-го кельвина, что маловероятно, особенно в периоды спокойного Солнца. Ну, и тепловые потоки, я уже говорил, ограничены замкнутой структурой магнитного поля. Поэтому петли способны нагреть корону лишь в отдельных областях, ну, где много петель, в частности, во вспышно-активных областях. Теперь нагрев спикулами рассмотрим. Это произошло вот интерес, всплеск интересов к спикулам, в частности, к нагреву возможностей, связан тоже вот с появлением новых данных о спикулах. Значит, выяснилось, что два типа спикула имеются. это спикулы первого рода, которые холодные, их скорость джетов 15-20-40 километров в секунду, температура порядка 10-4 кельвина, они сравнительно долгоживущие, 3-10 минут, и в основном наблюдаются в активных областях. Спикулы второго типа, у них прогрев идет до двух мегакельвинов, они более динамичны, образуются за порядка 10 секунд, время жизни тоже небольшое, 10-150 секунд, но скорость джетов достаточно приличная, джеты отсюда вырываются с наконечника спикул, размеры спикул наблюдаются вдали от активных областей, в частности в корональных дырах, в периоды спокойного солнца. Ну и вот наблюдаются также торсионные движения плазмы в этих образованиях, что свидетельствует о наличии электрических топков. Здесь показано, как могут спикул образоваться, когда происходит сгребание магнитного поля благодаря конвекции, потом в результате перестановочной устойчивости возникает разбиение на отдельные трубки, ну или и вот просто в узлах гарнизационных ячеек может тоже образорваться спикула. Мы рассмотрели токовую структуру этой спикул, то есть мы брали примерно представление спикулы как у Робертса, то есть это открытая магнитная трубка, смороженная в фотосферу. Здесь токи, они в том числе по поверхности текут, здесь вот центральный ток, здесь еще токи холла, они кольцевые, значит, из условия вот Ку, значит, это радиационное, значит, вот это нагрев, поскольку это пропорционально четвертой степени тока. Следующий нагрев до корональных температур нагревает не всю спикул, а только верхнюю часть вот с такой концентрацией. Если вот токи брать вот 10,12 или 10,10 ампер при таком радиусе вот спикулы, то спикулы нагреваются до температуры 5 на 10,6 в верхней части с такой вот концентрацией. Поток тепла из спикулы в коронную из электронной теплопроводности вот такой. Значит, при вот такой температуре спикулы, ну, 5 на 10,6 мы взяли максимальное значение, при таком радиусе и вот размере, значит, там, где спикулы нагреваются, мы получаем 10,24 рк в секунду. То есть, вообще говоря, на два порядка больше, тем более, это открытая конфигурация, чем это у петли. Вот, поэтому для компенсации потери с коронной потребуется всего 10,4 горячих спикул, что составляет всего 1% от числа наблюдаемых спикул на Солнце, но это больше миллиона обычно. Следующий момент, это оценка потоков горячей плазмы из спикул второго типа. Ну, многие занимались оценкой этих потоков, но все-таки в оценках потоков тепла и в оценках потоков плазмы мы не нашли таких более-менее даже качественных оценок. Значит, в нашей модели они вызваны нагревом расставания трубок кольцевыми токами, токами холода при взаимодействии конвективных потоков фотосферной плазмы и вертикального магнитного поля трубки. Ну, вот там, где, так сказать, ЭДС работает. Кольцевой ток существует в основании магнитной трубки вот примерно на 100 километрах вот на интервале высот, где наблюдаются сходящие потоки фотосферной плазмы. Ну, нагрев основания магнитной трубки из-за диссипации кольцевого тока приводит к точку давления и появлению потока плазмы из спикулы. Вот модели, особенно там 2D, 3D модели из спикул, они обычно задают руками либо скачок скорости, либо скачок давления. Ну, вот мы показали, что здесь просто нагрев вот кольцевыми токами идет. Значит, модель цилиндрической трубки мы приняли вот с несжимаемой жидкостью и использовали вот формулу Ландау-Лившица в гидродинамике для уравнения скорости вдоль, так сказать, трубки. Ну, она имеет вот такой вид, здесь сферическо-симметричная трубка, это, значит, коэффициент ионной вязкости, стационарность обеспечивает ионной вязкостью и решение уравнения, вот при пэйро-константе по сечению трубки получается вот такое. И при вот скачке давления вот примерно таком, где кси это просто коэффициент, который можно варьировать от 2 до 5 и, значит, радиусе вот таком, мы получаем истечение плазмы из трубки как раз вот то, что примерно наблюдается, то есть 25-100 километров в секунду. Энерговклад и пополнение массы короны. Значит, энерговклад типула второго типа за 100 секунд равен вот такому вот такой величине 7 на 10-28 взаимности от радиуса спикула, концентрации инжектированной плазмы. Плотность потока из спикул в корону вот такая. По сечению спикулы вот 3 на 10 17 сантиметров квадратных и 10-4 спикул, если мы возьмем пополнение массы в корону вот такое 2 на 10 в 11 грамм в секунду. Это примерно совпадает с потоком массы солнечного ветра через сферу радиуса в одну астрономическую единицу при плотности плазмы солнечного ветра орбиты 5-10 сантиметров в кубике и скорости 300-400 километров в секунду. Ну и какие основные выводы нашей работы? Что основной источник на горе в корону является фотосферная конвекция. Потоки частично инжекрованной плазмы концентрируют магнитное поле на границах с опенгалом до нескольких киогалос и взаимодействуя с этим полем генерируют магнитный петель в трубках в петрах и трубках токи 10 в 11 и 10 в 12 ампер. Кстати, если токи меньше 10 в 10 ампер, 10 в 9 и 10 в 9 ампер, то это спикула первого типа. Там нет нагрева. Диссипация токов существенно возрастает из-за неполуменизации плазмы и связи с ней проводимости каулинга. Это приводит к двум эффектам. Первое, к нагреву плазмы в спикулах до температуры от 2 до 8 мегакельвина и появление потоков инжекция горячей празмы из спикла вызвана нагревовыми токами основания спикла при увеличении скорости фотосферной конвекции. То есть флуктация скорости должна быть фотосферной конвекции, но это, например, в 5-минутных колебаниях или вот из-за неустойчивости Релая Тейлора, ну или, как говорят, флот инстабилити, которые, в общем, потоки плазмы вторгаются в петлю и там приводят к изменению для компенсации потерь корона на теплопроводность и радиационных потерь требуется 10 четвертых горячих спикул. Ну и спикулы второго типа пополняют короноплазму, компенсируя массу, уносимую солнечным ветром. Магнитные петли способны нагореть корону, вот как мы показали, только локально, где существует ловатония, например, в активных областях. Спасибо, у меня все. Владимир Владимирович, спасибо, да, да, спасибо. Кто хотел бы что-нибудь спросить, прошу. У нас вообще не так много времени, но тем не менее. Это Валерий Николяков, позвольте вопрос. Да, пожалуйста. Очень интересный доклад, Владимир Владимирович, вопрос такой, распределение температуры в короне достаточно неоднородное, в то время как распределение спикул, достаточно однородное над хромосферной областью. И вот чем тогда, так сказать, вызывается такая существенная в несколько раз неоднородность распределения температуры в короне? Нет, ну, конечно. В рамках вашего механизма. Понятно, да. Это мы сделали такую грубую оценку, но на самом деле видно из отменных наблюдений короны, что там она в общем неоднородна, как правило, и потоки солнечного ветра, здесь корональные дыры, и ясно, что в целом нужно считать, значит, в разных местах дальнейшее развитие этой работы, нужно вот объяснять, почему распределение температуры в короне так неоднородно. Спасибо за замечание, да, существенное. Так, переходим к следующему докладу. Леонид Сергеевич Леденцов на месте. Здравствуйте, да, я вещаю из конференц-зала ГАИШ. Да, так. Звук есть у вас? Звук есть, изображения нет. Так, сюда посмотрите. Так, появилась презентация. Прошу, так, доброе утро, часть конференции. Мой доклад будет о тепловой фрагментации предвспышечного токового слоя в солнечной атмосфере. Перед вами изображение известной бастилийской вспышки со спутника Трейс в ультрафиолетовом диапазоне. Оно демонстрирует вспышечную аркаду, которая разрешается на отдельные вспышечные петли. При этом эти вспышечные петли представляются расположенными как бы квази-периодически. По современным представлениям над аркадой вспышечных петель находится присоединяющий токовый слой. Этот токовый слой выполняет две функции. Перед вспышкой он, соответственно, формируется, не дает магнитному полю пересоединяться и за счет этого накапливает в своей окрестности избыточную энергию магнитного поля. В процессе вспышки он эту энергию магнитного поля преобразует в энергию ускоренных частиц, тепловую энергию плазмы и, соответственно, в дальнейшем в электромагнитное излучение, что мы и наблюдаем. По этой причине мы связываем вот это квази-периодическое распределение яркости в вспышечной аркаде с тем, что в токовом слое происходит энерговыделение также неравномерно, а каким-то образом квази-периодически вдоль токового слоя. Соответственно, направление тока в токовом слое идет вдоль направления аркады. Ну, либо в одну, либо в другую сторону. Преимущественно. Для того, чтобы изучить, является, может ли периодическое энерговыделение в токовом слое являться следствием его какой-либо неустойчивости, мы поставили очень простую магнитно-гидродинамическую задачу на устойчивость кусочно-однородного предспышечного токового слоя с учетом его джоулеоногрева, вязкого нагрева, теплопроводности, лучистого охлаждения. Почему я здесь выделяю слово предспышечного? Потому что перед вспышкой токовый слой накапливает энергию, он фактически является не пересоединяющим токовым слоем, он только экранирует один магнитный поток от другого магнитного потока. При этом для нашей модели мы представляем токовый слой как некоторую область пространства, внутри которой магнитное поле не проникает. И, соответственно, граница между внешней корональной плазмой и внутренностями токового слоя представляет собой некоторый тангенциальный разрыв с точки зрения терминологии магнитный гидродинамин, через который не происходит проникание магнитного поля. Складывается такая интересная область нехарактерная, внутри которой отсутствует магнитное поле, однако снаружи магнитное поле присутствует. Такое явление возможно, если у нас токи будут течь по поверхности собственно вот этого токового слоя и экранировать магнитное поле. Соответственно, при диссипации токов это магнитное поле может проникать внутрь области, в которой изначально магнитного поля не было. И тут появляется задача, в которой нужно исследовать тепловую устойчивость плазмы в таком случае, когда исходного магнитного поля в среде нет, но оно может возникнуть в средстве некоторого возмущения. Эту задачу мы будем рассматривать в трех последовательных приближениях. однородной плазмы, нейтрального токового слоя, то есть такого токового слоя, внутри которого нет ни параллельный, ни поперечный, ни продольный компонент магнитного поля. И нейтрального токового слоя, и ненейтрального токового слоя, то есть такого токового слоя, в который поперечная компонента магнитного поля не проникает, поперечная имеется в виду к направлению тока. Ток здесь идет в перпендикулярно плоскости рисунка. Но внутри него существует продольная компонента, продольная по отношению к току некоторая BZ. Начнем с не самой естественной физической точки зрения, возможно, но самой понятной наглядной по его математическому описанию – однородной плазмы. Дело в том, что формирование возмущения магнитного поля в среде, которая изначально не содержала магнитного поля, это вообще такая нетривиальная задача, и она не решается в рамках магнитно-гидродинамического подхода. Здесь нужны какие-то уже кинетические описания, кинетические неустойчивости для того, чтобы сформировать ток среди, связанное с ним магнитное поле. Однако здесь мы будем помнить, что в дальнейшем мы вот эту же методологию будем применять к токовому слою, внутри которого уже может проникнуть внешнее магнитное корональное поле. Итак, мы ставим обычную задачу на устойчивость среды, на линейную устойчивость среды, и при этом рассматриваем одножидкостную магнитную гидродинамику с учетом неидеальной проводимости, неидеальной вязкости, неидеальной теплопроводности и чистого охлаждения дополнительно. Значит, лениализуем эту систему уравнений, это производилось многократно многими авторами, тут нет ничего нового на данный момент, однако вот это условие, начальное поле равное нулю, нам разбивает систему уравнений на два независимых набора. Это первые три уравнения и последние два уравнения. В первые три входят возмущение поля скоростей, температуры, концентрации, в последние два входят только возмущение магнитного поля. Отсюда мы получаем, что одновременно, если существует не нулевое возмущение магнитного поля, у нас должно одновременно выполняться два дисперсионных соотношения в среде. Совмещая эти два дисперсионных соотношения, мы можем определить непосредственно инкремент неустойчивости, который может возникнуть. Здесь символ гамма обозначена величина минус и омега, то есть то, что стоит в экспоненте возле времени. Положительным гаммам соответствует экспоненциальный рост возмущения во времени. При этом уравнение на этот инкремент неустойчивости содержит три решения, соответственно, кубического уравнения. При этом решения эти довольно наглядно здесь видны в коэффициентах. Но главное, что характерными величинами этих возмущений будут служить характерные времена лучистого охлаждения плазмы Тау-Лямбда и тут характерное время вязкого нагрева. Он тут состоит из джоулевого нагрева и от нагрева вязкого вместе. При этом эти времена будут модифицироваться за счет коэффициентов бета и альфа. Эти коэффициенты – это логарифмически производные функции лучистого охлаждения по времени и по концентрации плазмы. Соответственно, мы рассматриваем в случае оптические тонкие плазмы, то есть лямбда представляем просто как концентрация в квадрате на некоторую функцию лучистых потерь в зависимости от температуры. При этом наше исследование будет находиться где-то вот в этой области, возле 10, от 10,6 Кельвина где-то до 10,8 Кельвина. То есть в области С2, когда уже атомарные линии в основном прошли, а начинается тормозное излучение. Тут, соответственно, второй рисунок показывает коэффициент альфа, производный по температуре. То есть это люди тоже не видят? Хорошо. Эти четыре графика демонстрируют коэффициент дельта, который содержится в корнях уравнения для инкремента неустойчивости гамма-1, гамма-2. Третий корень нулевой, его не рассматриваем. И четвертый здесь график – это просто дискриминант вот этого кубического уравнения, но если один корень брать, то дискриминант квадратного уравнения. В зависимости от теплопроводности плазмы. Обратим внимание, что вот в этом коэффициенте дельта у нас содержатся времена теплопроводности во времена, характерные времена нагрева взаимосвязаны. При этом в коэффициенте Тау-Капа у нас коэффициент теплопроводности стоит в числителе, здесь электропроводность стоит, наоборот, в знаменателе. И они друг с другом вообще-то перемножаются. Получается, что работают они в одном направлении. Чем меньше там вообще какие-то характерные длины пробега частиц, тем меньше у нас получается и теплопроводность, и проводимость. Поэтому мы говорить будем в терминах теплопроводности, но проводимость тут играет ту же самую роль. Значит, ось Х выражена в величинах времени спицеровской теплопроводности, вот это Капа Е электронного. Здесь она подписана, расчетная формула в единицах СГС. Мы видим, что положительные значения у инкрементов неустойчивости гамма-1, гамма-2 бывают. При этом значение корня гамма-1, оно не слишком большое, оно не вписывается уже в гидродинамическое описание. Потому что большое значение гамма-1 – это значит очень маленькие времена, на которых все это происходит. А магнитная гидродинамика у нас вписывает какие-то медленные процессы. Естественно, если сравнивать с временами, там, ламонские скачения, эти корни не вписываются в наше описание. Есть небольшая область, где они близки к нулю, но в этой области на самом деле дискриминант отрицательный, и поэтому корень становится мнимым и, опять же, не отвечает за неустойчивость. Есть другой корень гамма-2, который нам интересен. Он имеет отрицательное значение при больших теплопроводностях и положительное значение при малых теплопроводностях. При этом где-то вот в этой области у нас выстреливает корень куда-то бесконечности, значит, у нас линейное приближение не работает. Но эту область мы не будем рассматривать. Основной сухой вывод из этого в том, что если каким-то образом в такой среде, куда может проникнуть магнитное поле, произойдет уменьшение эффективной теплопроводности, то возможно переключение с какого-то устойчивого режима на некоторый неустойчивый режим, когда инкремент становится положительным. При этом такое переключение, если рассматривать в качестве альтернативной теплопроводности ионную теплопроводность, то есть когда спицеровская электронная теплопроводность подавляется магнитным полем и более эффективно становится ионная теплопроводность, то для такого переключения достаточно возмущения магнитного поля для условий, характерных для корональной среды, то есть миллион кельвинов, 10 в 8 концентрация частиц, возмущение магнитного поля в 1 сотую гаусса, ну либо больше. И в чем дальнейшая особенность? Как только происходит переключение, падение теплопроводности, то уже становится неважно, по каким причинам именно произошло падение теплопроводности, потому что сам инкремент просто неустойчивости вот здесь не содержит в себе коэффициентов теплопроводности. Он содержит в себе только характерное время лучистого охлаждения и, соответственно, производные по концентрации, по температуре от функции лучистого охлаждения. А при достаточно малой теплопроводности коэффициент дельта стремится просто к значению вот этому единице, деленное ногам без единицы, то есть там 5 третей. Теперь перейдем к рассмотрению уже конкретной геометрии токового слоя. Вначале нейтральный токовый слой. Вне токового слоя мы будем рассматривать среду как идеальную. То есть пренебрегаем вязкостью, теплопроводностью, чистым охлаждением, рассматриваем бесконечную проводимость. При этом решение будем искать в виде бегущей волны в направлении оси Z, потому что нам нужно как раз найти возможность фрагментации вдоль оси Z, то есть вдоль тока. Затухающим в направлении оси Y, то есть чем дальше от токового слоя, тем возмущение будет экспоненциально сильнее затухать. И пренебрежем мы зависимостью от оси X. На рисунке это будет значить, что мы считаем этот токовый слой бесконечно длинным в направлении оси X влево-вправо. Математически мы так делаем для того, чтобы избежать взаимодействия с другими известными типами неустойчивости токовых слоев, такими как тиринг неустойчивость. Она бьет токовый слой вдоль тока, а нам интересно, как он может фрагментироваться поперек тока. Мы, соответственно, упрощаем для себя эту модель в том числе. Получаем некоторое дисперсионное соотношение, довольно характерное для идеальной среды, где, соответственно, участвует скорость звука и альвеновская скорость вне токового слоя. Внутри токового слоя мы рассматриваем, опять же, магнитно-гидродинамическую систему, но при этом начальное поле рассматриваем равным нулю. Возмущение, решение мы ищем, опять же, в виде бегущей волны в направлении оси Z и экспоненциально затухающих возмущений как от верхней границы токового слоя внутрь слоя, так и от нижней границы токового слоя. Но складываясь, они дают, соответственно, гиперболический косинус или гиперболический синус в зависимости от того, симметрично возмущение с точки зрения постановки задачи или антисимметрично. Вот магнитное поле, к примеру, оно в верхней полуплости налево направлено, ниже полуплости направо. Поэтому здесь символ гиперболический складывается. Переменяем ту же самую процедуру линеризации, что и для однородной среды, получаем теми же вычислениями то же самое уравнение на инкременты неустойчивости. В итоге у нас есть дисперсионное соотношение, содержащее волновые числа KY, KZ и ОМИГ, частот возмущения, которые мы можем взять из инкремента неустойчивости. КЗ нам будет говорить о масштабах, о периоде пространственном вдоль оси, вдоль направления тока, возмущения. Нужно еще определить вот эту величину KY волнового числа. Его мы находим из условия сшивки двух решений. Вне токового слоя, внутри токового слоя, на границе токового слоя стоит тангенциальный разрыв. И на этом тангенциальном разрыве должен выполняться баланс давлений, как газодинамического, так и магнитного, суммарного. И кроме того, мы считаем, что перед пышкой этот тангенциальный разрыв не преобразуется в другие разрывы, что возможно в магнитной гидродинамике, а некоторым образом под действием возмущения скоростей искривляется волнообразно. И вот эти два условия соответствуют непрерывности вектора скорости на границе токового слоя. Ну, соответственно, они разделены на два. Да, я заканчиваю. Разделены на два условия. Это непрерывность абсолютного значения и направления. Извините, Леонид Сергеевич, у вас еще много, вы исчерпали свои... Я заканчиваю, я заканчиваю. И из этих соотношений мы можем определить, соответственно, волновые числа неустойчивости. При этом, если мы перейдем эти волновые числа в пространственный масштаб неустойчивости, то для характерных параметров плазмы, корональной плазмы в широком диапазоне их изменения, мы получим масштаб неустойчивости вблизи 1-10 мегаметров. Здесь перечислены, соответственно, внешняя концентрация плазмы 1-8, 1-9, 1-10, толщина токового слоя от 1-5 до 1-7 магнитное поле внешне от 1 до 100 гаусс. И, соответственно, скачок концентрации между внешней плазмой и внутри токового слоя от 10 до 1000. Пользуясь тем, что у нас две конференции, совмещенные про ненейтральный токовый слой, я более подробно как раз расскажу завтра на своем выступлении на плазме в Солнечной системе. Поэтому сейчас я его пропускаю, но уточню, что, замечу, что ничего принципиально нового добавления продольного магнитного поля в токовый слой не вносит. И в заключение хочу сказать, что исследуемая кусочнодородная модель токового слоя может быть неустойчива в связи с потерями тепла. При этом мы предполагаем, что проникающее магнитное поле внутри токового слоя подавляет электропроводность внутри токового слоя. За счет этого нарастает неустойчивость, которая может быть оценена по вот такой аналитической простой формуле, и ей соответствуют два характерных приближения в случае тонкого токового слоя и толстого токового слоя. Это когда банально в дисциплинированном отношении тангенс гипербеологически либо пропорционально своему аргументу, либо пропорционально единиц. И получаемые характерные масштабы неустойчивости лежат в пределах 1-10 мегаметров, что согласуется с наблюдаемыми межпетельными расстояниями солнечных вспышек. Спасибо за внимание. Извините, времени на вопросы у нас уже не остается. Нам надо переходить к следующему докладу. Контактируйте непосредственно с докладчиком. Следующий докладчик Юрий Теодорович ЦАП. Прошу вас. Сейчас, секундочку. Немножко застрял. У меня, попробую сейчас разделить, ага, так, 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 не вижу свой экран. Мы тоже не видим. Все, увидел, все. Видно, слышно меня? Видно и слышно, только сделайте, пожалуйста, полный экран. Включите кнопку, вот так. Продолжайте. Во-первых, я бы хотел сказать, что мне очень приятно присутствовать на этой конференции, поскольку, в общем-то, Салон Борисович был, в частности, сотрудником Крымской обсерватории. Что касается Каплана, то он любил летом к нам приезжать. Был такой, можно сказать, завсегдотай. И, насколько я знаю, даже пытался устроиться у нас на работу, но Андрей Борисович его с каких-то, не знаю, своих соображений уже не взял. Ну, и, конечно, в общем-то, те идеи, которые были заложены в 50-х, 60-х, 70-х годах Пикельмером и Каплоном Самуилом Ароновичем, они, в общем-то, находят свое дальнейшее продолжение. И вот я бы хотел сказать по этому поводу несколько слов. И, в частности, вот, что бы хотелось бы подчеркнуть, вот, может быть, что вот и Пикельмер, и Каплан прекрасно понимали, что без понимания тех процессов, которые происходят на Солнце, вообще ничего нельзя понять по астрофизике. И, к сожалению, вот эта такая вот парадигма, она в значительной степени утеряна. Ну, и, в частности, Салон Борисович, он занимался различными проблемами, и им была предложена модель солнечных спикул. Ну, о солнечных спикулах уже здесь говорили, я уже не буду, собственно, шибко останавливаться. Модель Пикельмера основана на представлениях о приседении магнитных силовых линий. Вот некая модификация этой модели, можно вот видеть в работе с Шибаты. Это модель Анимоны, я уж не знаю, как это правильно назвать. В общем-то, а это вот модель, которую в 1969 году предложил, соответственно, Соломон Борисович Пикельмер. То есть мы видим, что у нас каким-то образом в результате, скажем там, под действием конвективных, или не конвективных, просто под действием течений в фотосфере приближаются магнитные поля противоположной полярности, и происходит пересоединение магнитных силовых линий. Однако следует отметить, что вот один из таких и существенных недостатков пересоединения состоит в том, что токовый слой должен быть чрезвычайно тонкий. Ну вот, скажем, по оценкам Пиклера, он должен оставлять всего 2 метра. И, конечно, представить себе, что вот такой тонкий токовый слой может быть устойчивый в течение достаточно длительного времени, в общем-то, достаточно трудно. Ну и кроме того, хотелось бы отметить, что так и не нашел я вот в работе Пикельмера ответ, все-таки, почему спикулы, ими формируются хромосферы, и вот я попытаюсь кратко на них, в общем-то, ответить. Чтобы ответить на эти вопросы, к сожалению, приходится начинаться с АЗО, и в частности, с представлений о сохранении магнитного потока в плазме. Вот, значит, если мы запишем обобщенный закон Ома в таком вот виде, то, в общем, нетрудно показать, где есть ВИ, это скорость ионов, потому что, как правильно, плазма, это у нас идеально, связывается у нас со скоростью ионов, поскольку они имеют большую массу, по сравнению с массой электронов, то, в общем-то, нетрудно получить следующее выражение для магнитного потока, что магнитный поток должен сохраняться. Но, вообще говоря, вот что интересно, почему мы должны, собственно, брать именно, привязываться к ионам? Мы, в общем-то, можем привязаться просто к магнитным силовым линиям. И вот оказывается, что если у нас выполняется вот это равенство, где у нас ВМ, это, соответственно, скорость магнитных силовых линий, то в этом случае также будет сохраняться магнитный поток. Правда, теперь этот магнитный поток просто будет связан с магнитными силовыми линиями. Немножко парадоксально, конечно, звучит, но тем не менее. И почему это важно? Дело в том, что если у нас сохраняется магнитный поток, то, как нетрудно показать, в этом случае сохраняется связность магнитных силовых линий. То есть, в этом случае магнитное пересоединение становится невозможным. Вот. Вот теперь мы рассмотрим частично ионизованную плазму. Вот, собственно, уравнение движений, так написанное, так называемым, трехжидкостном приближении. Это уравнение движения для электронов, уравнение движения для ионов и уравнение движения для нейтральных атомов. Собственно, здесь обозначения стандартные, я не буду, видимо, на них останавливаться. Ну, проведя некие, так сказать, пертурбации математические, мы можем получить три закона Ома. Первый закон Ома у нас, соответственно, связан с движением электронов в системе координат электронов. Второй закон Ома, соответственно, связан с движением ионов. И третий закон Ома мы получим, так сказать, в системе координат, связанной с центром масс. Ну, здесь стигма, грубо говоря, это спицеровская проводимость. Ну, что бы я хотел бы отметить, вот это Холовский член, но что бы я хотел отметить, здесь, кстати, я пренебрег, соответственно, газовым давлением, но считаю, что мы рассматриваем среду, в которой преобладают силы магнитной природы. Что бы я хотел бы отметить, что вот этот член, иногда его называют членом, связанным с амбиополярной диффузией, иногда называют это проводимостью каулинга. Ну, вот как раз он может играть очень существенную роль в хромосфере Солнца, о чем, собственно, недавно передо мной говорил Александр Владимирович Степанов. И вот, собственно, далее, взяв соотношение, которое можно найти у Пиккленера в книге «Космическая электродинамика», можно найти все законы Ома, в общем-то, записать вот в такой вот форме. И что отсюда следует? Из этого следует вот такая парадоксальная вещь, что если мы, скажем, свяжем вот эту вот сумму, ну, этих скоростей, допустим, каких-то там электронов и плюс там еще чего-то, связанное со спицеровской проводимостью, с движением магнитных силовых линий, то мы приходим к такому парадоксальному выводу, который состоит в том, что у нас, значит, пересоединение, или, скажем, изменение потока магнитных силовых линий возможно только под действием спицеровской проводимости, что, в общем-то, выглядит довольно неожиданно, я бы сказал, странно. И в результате довольно много работ на эту тему, и, в частности, некоторые авторы вот приходят к выводу, что только амическая диссипация, ну, будем называть это, только диссипация, связанная с проводимостью спицера, может уменьшить магнитный поток или привести к изменению магнитного потока. Ну, и, собственно, авторы идут дальше, и, скажем, это вот школа Цвейбл, что они приходят к выводу, что толщина токового слоя определяется исключительно кулоновской диффузией, то есть, или исключительно спицеровской проводимостью. Ну, на наш взгляд, такой подход, он, вообще говоря, не совсем правильный. Дело в том, что, если мы опять возьмем, допустим, книгу Пикнера, космическую электродинамику, то для джоулевой диссипации можно вот там найти следующее выражение. Я бы хотел обратить внимание вот на здесь V, это скорость центра масс системы. Я бы хотел обратить внимание на эти члены. Они совершенно, как бы, равноценны. Вот этот член связан с энергией, которая выделяется в результате столкновений ионов с нейтралами. Это энергия, которая выделяется в результате столкновений электронов с ионами. Это энергия, которая выделяется в результате, тут у меня, к сожалению, ошибочка, с нейтральных атомов с электронами. И вот, собственно, о чем это говорит? Это говорит о том, что, с учетом того, что я говорил перед этим, что, вообще говоря, наличие спицеровской проводимости, в общем-то, совсем не означает, что у нас возможен какой-то процесс с пересоединением. Для того, чтобы процесс с пересоединением возник, должны быть какие-то созданы особые условия. Ну, в частности, во-первых, должны быть, мы должны организовать каким-то образом потоки, так называемая точка X типа, если идти по джи. И должна быть какая-то особенность, должна быть некая сингулярность. Только в этом случае, ну, например, сингулярность связана с тем, если строго математически, более строго подходить к этому, тем, что у нас магнитное поле равно нулю. Или, скажем, с тем, что у нас, скажем, вот этот потенциал, который я здесь записал, имеет какую-то особенность. И, в общем, выражение для скорости магнитных силовых линий нельзя представить вот в такой вот форме. Ну, и, собственно, вот исходя из таких вот предпосылок самых общих, еще в 2012 году мы вот написали работу о пересоединении магнитных силовых линий в условиях частично ионизованной плазмы. В общем, мы сделали все то, что в свое время делал Паркер. Вот получили некое такое вот выражение, так называемое, выражение для поперечного тока. Здесь вот, соответственно, эффективное состоит из проводимости каулинга к проводимости спицера. F – это у нас, соответственно, степень ионизации. И, в общем-то, пришли к такому интересному выводу, который можно получить, используя просто размерностные соотношения. Они достаточно здесь очевидны. Это уравнение непрерывности массы, уравнение непрерывности поперечного равновесия, уравнение продольного движения, уравнение диффузии. Они достаточно все прозрачные. Обозначения здесь, в общем-то, общепринятые. И еще мы также приняли во внимание, что чрезвычайно эффективное может быть охлаждение плазмы в результате ее выплевывания истокового слова. Это мы явление назвали динамическим охлаждением. И, в общем, оказалось, этот процесс охлаждения является наиболее эффективным. И пришли к выводу, что толщину токового слоя можно оценить с помощью этой формулы, которая применима, извиняюсь, для хромосферы Солнца. Ну, в общем, это классическая формула. Стоит лишь разница, что здесь коэффициент диффузии не спицера стоит, а каулинга. И, ну, взяли какие-то там характерные значения. И у нас получилось, что толщина токового слоя может составлять порядка 100 километров. В общем-то, ну, и теперь возвращаюсь к постановке задачи, естественно, о которой я только что говорил все-таки. Почему, значит, спикулы образуются где-то там в средней хромосфере? Да очень, в общем-то, просто. Вот здесь, скажем, взять работы там Лены Хоменко, там много таких графиков, там Максим Ходаченко что-то там у нас строил, вот сейчас вот Елим там появилось что-то такое. Вот для коэффициентов диффузии, связанных с проводимостью каулинга, связанных с членом холла, связанных, скажем так, со спицеровской проводимостью, то нетрудно видеть, что, в общем-то, проводимость, или не проводимость, что коэффициент диффузии достигает максимального каулинга, достигает максимального значения где-то как раз в области средней хромосферы. В общем-то, еще хотел бы отметить, что вообще эти графики, они довольно бессмысленные, потому что, скажем, это было отмечено в свое время еще Зайцевым и Степановым, что, в общем-то, говорить о проводимости каулинга можно в том случае, если плазма является нестационарным, поэтому, ну, это не более чем доброе пожелание, но, тем не менее, в общем-то, суть какая-то в этом есть. И вот, если мы будем предполагать, что источником нестационарности плазмы является токовый слой, то у нас, вот мы вот приходим к такому выводу, что, в общем-то, толщина этого токового слоя может составлять сотни километров. Ну, вот, собственно, это, пожалуй, и основной вывод сводится к тому, что именно в хромосфере создаются более благоприятные условия для формирования спику в рамках модели Пикнера, только потому, что там, в общем-то, большую роль играет проводимость, или может играть большую роль проводимость каулинга. Спасибо. 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 Вопросы? Это Валерий Накаряков. Позвольте? Да, пожалуйста. Юра, очень интересный вопрос такой. То есть, для того, чтобы этот механизм работал, в спикулах магнитное поле должно быть горизонтальное, правильно? То есть, чтобы была сила направлена вверх за счет магнитного натяжения. Есть ли наблюдение того, что в спикулах магнитное поле действительно горизонтальное? Ну, в общем-то, безусловно, какое-то переседение, к сожалению, должно происходить. Значит, где-то там должно быть какое-то горизонтальное поле. Я согласен с этим. Ну, каких-либо наблюдений, подтверждающих, в общем-то, такое, ну, в общем, существование такого поля, я, к сожалению, каких-то наблюдений не видел. Не нашел. Я думаю, что измерение поля в спикулах практически невозможно, потому что надо переходить там, проводить измерения в хромосферных линиях, которые достаточно широкие. В общем, это очень тяжелое дело. Даже в протуберанцах измерения магнитного поля, которые гораздо более яркие, и то очень трудны, и с ними плохо. Тем более поперечные поля, которые вообще трудно меряются. Нет, но, тем не менее, достаточно важный вопрос, потому что, если это поля... Я не спорю, что вопрос чрезвычайно важный, просто обращаю внимание на большую трудность проведения такого эксперимента. Да-да-да, я согласен, конечно. Все, переходим к следующему докладу. Елена Семеновна, вы здесь? Да. Прошу вас, вашу презентацию загружайте. Демонстрация. Видно? Пока нет. Вот теперь видно. Пожалуйста, начинай. Сделайте только полный экран. Да. Пожалуйста. Динамо во внешнем гелиошисе. Проверка по имеющимся данным космического аппарата Voyager 2. Здесь показана схема, достаточно грубая, строение гелиосферы. Гелиосфера – это область вокруг Солнца, в которой доминирует солнечный ветер. Солнечный ветер, испускаемый из Солнца, сначала идет в таком режиме, когда скорость следует за магнитным полем, до особых точек. Эти особые точки – те, в которых мах, альвеновский мах звуковой, равны единице. После этого остается сверхзвуковое движение с единственной компонентной скоростью – радиальной. Это продолжается до пересечения с терминейшем шок. Терминейшем шок – это внутренняя ударная волна. И область пространства от терминейшем шок до границы гелиосферы и гелиопаузы называется внутренним гелиошисом. Внешний гелиошис – это область пространства от гелиопаузы до возможной внешней ударной волны, уже в звездной, межзвездной среде. Возможный потому, что в межзвездной среде скорость движения среды близка к альвеновской и звуковой скоростям. Поэтому, может быть, существует внешнеударная волна, может быть, нет. Это покажут данные Voyager в дальнейшем. Кроме того, она может зависеть от времени. Оба Voyager пересекли сначала терминейшем шок, а потом гелиопаузу. Гелиопауза Voyager 1 была пересечена 25 августа 2012 года на расстоянии 121,7 астрономических единиц. Voyager 2, 5 ноября 2018 года пересек гелиопаузу на 119 астрономических единицах. Оказалось, что, во-первых, характеризовалось пересечение магнитопаузы тем, что одновременно возник быстрый и резкий рост числа галактических космических лучей, одновременно с резким убыванием числа гелиосферных частиц. Таким образом, это был маркер, что космический аппарат пересек гелиопаузу. Для Voyager 1 получены следующие измерения магнитного поля. Во внутреннем гелиошизе, значит, красная линия – это пересечение гелиопаузы, магнитное поле усилилось от 0,2-0,3, нанотесла позже 0,4, нет, извините, от 0,2-0,3 до 0,4 уже во внешнем гелиошизе. Причем переход через гелиопаузу был достаточно резкий, на примерно 0,01-0,2 астрономических единиц. И таких пересечений Voyager 1 насчитал 5. Такие были вот пересечения гелиопаузы. Voyager 2 пересек гелиопаузу позже. Тоже одновременно был зафиксирован рост галактических космических лучей и падение числа частиц внутри гелиосферного происхождения. Поле магнитное, померенное на Voyager 2, носило немного другой характер. Сначала возник во внутреннем гелиошизе магнитный барьер, а потом резкое увеличение на гелиопаузе величины магнитного поля. Причем в обоих случаях пересечения Voyager 2 гелиопаузы направление магнитного поля практически не менялось. Главная компонент ММП гелиопаузы была тенгенциальная. Скачок магнитного поля на гелиопаузе, измеренный Voyager 2, был от 0,5 нанотесла до 0,65. А масштаб ширины этого слоя, где происходило резкое изменение магнитного поля, был еще меньше, чем в случае Voyager 1. Он составлял 0,005 астрономических единиц. Таким образом, было обнаружено, что на гелиопаузе возникает резкий рост величины магнитного поля практически без изменения его направления. Когда это было измерено на Voyager 1, было выдвинуто много гипотез, объясняющих такое достаточно неожиданное явление. Ну, вот среди них были мои работы, в которых 15-18 годов, в которых я предложила механизм динамо для объяснения этого явления. Было показано, что самые простейшие необходимые условия динамо выполняются на гелиопаузе. Таким образом, можно было предположить, что и для Voyager 2, который должен пересечь гелиопаузу симметрично относительно экватора практически, эти условия тоже соблюдаются, и там тоже должен наблюдаться такой эффект, что позже и подтвердилось. Но в отличие от Voyager 1, Voyager 2 непосредственно измерял скорости плазмы. Прибор плазменный на Voyager 1 не работал, и там скорости восстанавливались. После Termination Shock, который здесь вот левая координата, восстановились все три скорости солнечного ветра, уменьшилась радиальная, и возникли азимутальные и нормальные скорости. Вот черные линии – это непосредственные изменения Voyager 2. Таким образом, вот главная компонента – это тенгенциальная компонента скорости, которая была измерена непосредственно и позволила оценить величину эффекта, о котором идет речь. Значит, она менялась от нуля, потому что, как я говорила, до Termination Shock не существует этих компонентов, только радиальная, а азимутальная возросла и стала порядка 100 и потом 75 километров в секунду. Измерение плотности в межзвездной среде можно было проводить, зная осцилляции, измеряя олингюровские осцилляции. Корональный выброс массы Солнца прошел и в эпоху Voyager 1, и в эпоху Voyager 2, пресек гелиопаузу и прошел межзвездную среду. И по осцилляциям, по частоте можно было найти плотность плазмы. В случае Voyager 1 это было 0,08 сантиметра в минус третье, в случае Voyager 2 – 0,04. Таким образом, зная величину магнитного поля, плотность плазмы, мы могли оценить альвиновскую скорость. В случае Voyager 1 – это 31 километр в секунду, для Voyager 2 – 69 километров в секунду. Эти оценки будут нужны для того, чтобы понять, до какой величины может увеличиться механизмом динамо магнитное поле. Какого рода движения здесь рассматривались, вызывающие усиление поля механизмом динамо? Самые элементарные представления динамо говорят о том, что не каждое движение может вызвать усиление и поддержание магнитного поля, что нужны определенные условия. Необходима трехмерность, нарушение осевой и зеркальной симметрии, совокупность дифференциального вращения и циклонических движений по Паркеру еще в 1955 году. И, кроме того, существует насыщение магнитного поля. Это энергетические оценки, которые показывают, до какой величины можно получить магнитную энергию из кинетической энергии рассматриваемого движения. Вот наблюдения на обоих космических аппаратах показали, что во внутреннем гелиошисе поле близко к спирали Паркера. А во внешнем гелиошисе магнитное поле драпируется вокруг гелиосферы, но сохраняется на каком-то расстоянии направления и увеличивается величина магнитного поля. Еще в 1956 году Эльзацер утверждал, что для динамо нужна диффузионная зона, нужна вязкость или турбулентность. Эти явления, эти вещи были обнаружены на гелиопаузе. Уравнение индукции, которое описывает в частности динамо, содержит в правой части второй член, в который входит коэффициент магнитной диффузии. Это единица, деленная нами 0 сигма, где сигма проводимость. Уравнение индукции описывает и явление пересоединения, и явление динамо. При пересоединении магнитная энергия переходит в энергию генетических движений, тепла, энергию разлета пучков силовых линий. При динамо энергия генетического движения преобразуется в магнитную. Оба эти процесса происходят в небольших диффузионных зонах, но их последствия сказываются на глобальных масштабах. Это принципиально нелокальные явления. Для того, чтобы произошло дифференциальное вращение, которое в данном случае является торможением вращения за гелиопаузой, нужно, чтобы проводимость гелиопаузы была достаточно велика, но меньше проводимости вне ее, то есть в солнечном ветре и в межзвездной среде. Поле фоновое межзвездной среды по оценкам, вот здесь приведенным, считалось порядка 0,3 нанотесла. По нашим оценкам, эффективная проводимость гелиопаузы порядка 10,9 секунд в минус 1, в солнечном ветре по оценкам Алексеева с сотрудниками 10,14,10,16 секунд в минус 1, в межзвездной среде по оценкам Баранова и Фахра 10,12 секунд в минус 1. Таким образом, проводимость гелиопаузы хоть и велика, но меньше, чем вне ее, это может быть причиной затухания вращения. То есть такого рода затухания вращения можно рассматривать как дифференциальное вращение. Вторая часть динамо – это альфа-эффект, для которого нужна ненулевая плотность спиральности, потому что она пропорциональна коэффициенту альфа, который связывает среднее магнитное поле в межзвездной среде и ЭДС. Вот в нашем случае ЭДС мы расписали как среднее от векторного произведения. компоненты скорости межзвездной среды в полоидальные компоненты на произведение магнитного поля межзвездной среды в направлении С. С – это направление, перпендикулярное оси вращения Солнца. Поскольку нет каких-то определенных причин, не позволяющих двум этим величинам быть отличными от нуля, получается, что есть необходимые условия для поддержания альфа-эффекта. И труба, схема альфа-мега-динамо, она представлена еще Ваннштейном и Зельдовичем в 1972 году, здесь показано. Это сначала вытягивание, потом скручивание, сложение силовых линий, наличие необходимой магнитной диффузии и трехмерности. Теперь оценки скорости. Шлуцером, Берманом, Вантау-Лившицем, Вайнштейном и Зельдовичем было показано, что магнитное насыщение может быть найдено из условия равенства плотности магнитной кинетической энергии. Кинетическая энергия того движения, которое рассматривается как затравочное для того, чтобы возникло магнитное поле. Магнитная энергия – это энергия генерируемого магнитного поля. Это эквивалентно тому, что должны быть одного порядка скорости рассматриваемого кинетического движения плазмы и альвиновской скорости. Оценки альвиновской скорости я приводила. Выяснилось, что для Voyager 2 почти в два раза была больше альвиновская скорость, чем для Voyager 1, поэтому и поле может быть больше, которое усиливается на гелиопаузе. И та величина, нулевая, так сказать, начальная величина вращения, которая была измерена на гелиопаузе, я вам показывала, это порядка меньше равно 76 км в секунду, а альвиновская скорость 69 км в секунду. То есть необходимые условия генерации динамо выполнены. Ну и заключение, что был предложен механизм динамо во внешнем гелиошисе для объяснения неожиданного наблюдения увеличения магнитного поля сначала на северной гелиопаузе с 0,2 до 0,4 нанотесла без изменения его направления. Это наблюдение Voyager 1. И предполагалось, вот в этой работе это проверяется, что такой же эффект должен был бы наблюдаться при пересечении южной гелиопаузы Voyager 2. Voyager 2 измерил резкое увеличение магнитного поля на южной гелиосфере от 0,5 до 0,65 нанотесла. Изменение направления было в пределах 3 градусов, очень маленькое. И эти особенности магнитного поля были аналогичны о своей природе, обнаруженном Voyager 1. Их можно было интерпретировать с помощью того же механизма. Также было проверено, что все необходимые условия выполняются. И можно предположить, что аналогичный механизм усиления магнитного поля за счет действия динамо может оказаться актуален на границе астросферы быстро вращающейся магничной звезды или на границе магнитосферы для быстро вращающейся магнитной планеты. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Можно вопрос? Да, пожалуйста. Вот, к сожалению, вы не обрисовали вообще геометрии этого динамо по вашим представлениям. И тут возникает вопрос. А почему вы, собственно, переносите представление о динамо, скажем, солнечном, которое действительно, естественно, ожидает, что это альфа-омега динамо? Почему вы на ваш случай переносили? Потому что, вообще говоря, далеко не всякая динамо является динамо альфа-омега типа. И то, что должно быть дифференциальное вращение плюс альфа-эффект, это создает условия для работы динамо, но это не является необходимым условием. И, в частности, вот то, что вы показали, эту самую модель Гильдовича, эту самую петельку, которая перекручивается, складывается, это никакой не альфа-омега-динамо. Это как раз тот случай, когда динамо работает, но нет взаимодействия динфициального вращения с альфа-эффектом. Эта работа не переносит альфа-омега-динамо с Солнца на что-то еще, а та картинка, которую я показала, она как раз иллюстрировала именно альфа-омега-динамо. Она так и называлась, и она была нарисована в работах Гильдовича еще безотносительно к Солнцу для иллюстрации, что такое в их представлении альфа-омега-динамо. Не называлась это альфа-омега, никогда. Я просто это видела. Ребята, вы сотрудники одного и того же учреждения, разберитесь потом сами. Этот простой вопрос. То есть было предположено, что, возможно, такой механизм действует в этой области, показаны необходимые условия. Это не означает, что ничего другого быть не может, или что это вообще единственное правильное объяснение. То есть дана один из возможных вариантов. Да, да. У меня здесь есть такое конструктивное предложение. Вот в такой работе в рамках доклада на конференции невозможно разобраться. А разобраться хочется. Приходите к нам на семинар в Измиран, ну, скажем, онлайн пока. Спасибо. И более подробно. Давайте вступим в переписку. Спасибо. Хорошо. Приходите, там вы получите не 15 минут, а больше. С большой, с большой дискуссией. Спасибо. Хорошо. Так, опарин. У меня нет имени-отчества. Здесь опарин. Добрый день. Я на связи. Если вы на связи, вам было предложено стендовый доклад, но оргкомитет выделяет вам минут 5-7 на показ основного результата. Будьте добры. Видно презентацию? Да, видно. Действуйте. Добрый день. Очень признателен за возможность представить аннотацию для стендового доклада. Работа наша посвящена нагреве электронов и исследованию отношения температур ионов и электронов за фронтами бестолкновительных астрофизических ударных волн. Сами по себе бестолкновительные ударные волны широко распространены в астрофизике, начиная с Солнца, где они встречаются в корональных выбросах масс в гелиосфере, в магнитосферах планет, и также в остатках сверхновых есть большое число наблюдательных данных и сейчас появляются наблюдения по ударным волнам в достопновительных скоплениях галактик. Дело в том, что достопновительные ударные волны плавно характеризуются тем, что длина свободного пробега частиц на многие порядки превышает ширину самого фронта ударной волны. И за счет этого установление макроскопических параметров в ударной волне происходит при помощи и пломанских столкновений, а через флуктуации электромагнитного поля. наблюдения показывают, в частности, по остаткам сверхновых, то, что отношение температур электронов и ионов за фронтами ударных волн может отличаться от равновесного. И были проведены оценки аналитические из магнито-гидродинамических предположений условий на фронте ударной волны в работе 2015 года ВИНКа. Однако эти оценки не очень применимы для продолжительных времен и требовалось провести кинетическое моделирование при помощи particle incel кода, который решает уравнение движения из первых принципов для обеих сортов частиц, для электронов и ионов. Сложность задачи усугубляется еще тем, что требуются довольно большие времена моделирования и сами по себе запуски являются довольно продолжительными и ресурсоемкими. Здесь на слайде приведена модель бестолкновительной ударной волны компьютерная и слева представлена система самосогласованного уравнений кинетических, справа представлена структура области. С правой стороны инжектируется нерелитивистский поток, который затем отражается от стенки и формирует фронт ударной волны. Также здесь представлено направление внешнего магнитного поля, которое образует угол наклона тета с фронтом ударной волны. Были проведены запуски для разных углов наклона поля по направлению к фронту для определения соотношения температур. Вот здесь представлены результаты одного из таких запусков для магнито-звукового числа маха 3.1 и параметра плазменного бета 0.25. И видно, что при учете кинетики электронов на нижнем графике представлено соотношение температур в зависимости от координат. На верхнем графике представлен профиль плотности, который иллюстрирует возникновение ударной волны со степенью сжатия примерно равной тройки. Видно, что отношение температур сильно превышает оценки полученные из магнитной гидродинамики предположения диабетического нагрева электронов. Также были построены отношения температур в зависимости от угла и проведено сравнение с одномерными и двумерными расчетами. Извините, не превращайте это в полномерный доклад, сформулируйте основные результаты. Да, приведу к заключению. Из результатов моделирования следует то, что учет кинетики электронов приводит к большему нагреву электронов по сравнению с магнитно-гидродинамическими оценками, а также важное приложение этих результатов находится в гибридных кинетических кодах, которые электроны рассматривают гидродинамически. И уравнение состояния для них можно задавать феноменологически, исходя из полученных результатов. Спасибо большое. Спасибо. Так, программа первого заседания завершена. Нам сейчас предстоит небольшой перерыв. Коля, Самость, вы здесь? Да, я здесь. Нужно нам продлить перерыв ваше мнение? Немножко нужно, потому что кофе есть, у нас очень мало. кофе, чтобы... Ну, начнем. Так, Птузкин, Володя, вы здесь? Я видел... А, я здесь. А, здесь. Вы не возражаете, если мы начнем на 15 минут позже? Не возражаю. Не возражаете. Тогда 12.45 начало следующего заседания. А можно кратко еще раз суммировать вот программу будущую? Кто выступает? Ради Бога. Минуточку. Так, следующее в программе. Пожалуйста, я просто зачитаю. Первый доклад. Птузкин Владимир Соломонович. Космические лучи в галактике, ускорение в остатках сверхновых и перенос в межзвездных магнитных полях. Следующий... Это приглашенный доклад 30 минут. Следующий доклад. Меня слышно? Да-да-да, слышно. Следующий доклад. Ихсанов. Размеры магнитосферы астрономических объектов. Приглашенный доклад. Кийков. Магнитокавитационная модель космических радиовсплесков. Рязанцев. Образование нейтронного вещества в гипертяжелых ядрах. Что-то в этом роде. Очень длинное и сложное название. Не кифоров о возможном движении центральной сверхмассивной черной дыры в сглаженном потенциале галактики. Ну и так далее. Всего довольно много. Это будет в общей сложности 19 докладов, которые кончатся к 6 часам вечера. Спасибо. Так, перерыв. Время. Спасибо. 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 Liquids from. – 크�ent. Я могу сейчас, в конце шуруповать. Я так понимаю, потому что больше никого у нас нет. Поэтому просто нажимайте «Демонстрация экрана». Вы Zoom-ом пользовались? Ну, идите. Сейчас покажу. Ну вот просто здесь нажимаете Демонстрация экрана А, ну тут сейчас, да, другой Ладно, в общем нажимаете, высвечивается окно И выбираете именно презентацию свою А не рабочий стол Если что, я здесь помогу Здравствуйте, можно задать вопрос? Здравствуйте Здравствуйте Простите, а можно задать вопрос? Извините, кому, чей вопрос? Организаторам Я просто, я из Пулковской афсиматорики Карелин-Георгий, лаборатория Я не регистрировался, но я хотел просто послушать Так можно делать? Да А, спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Владимир Духимович, вы здесь? Алло Володя, тебя не слышно Презентацию видно, но тебя не слышно Привет Так, ребята Гаиш, слышно? Так, где у нас тут? Коль Самый Да Я тебе не знаю, дозвонил, ты не берешь трубку Звонок не проходил Да Сейчас посмотрим Так кто конвейнер? А, у меня телефона нет с собой Поэтому и не проходил Ага А кто конвейнер сейчас? Так, телефон у меня надо думать на рабочем месте Ну, неважно Время, час дня Мы должны начинать Кто конвейнер? Нет, ребята Ребята, мы перенесли начало этого заседания на 15 минут Начало в 12.45 А, я извиняюсь, потому что я этого не получил Дело в том, что немножко на 5 минут начали позже Ну, а потом по минутке накопилось на 9 докладах Мы кончили в 12.25 Ну, и сдвинули на 20 минут Приносим свои извинения Ясно То есть, когда начнется? Через 15 минут? Нет, через 7 минут Я бы даже сказал меньше Через 7 минут Через 6 минут Презентация докладчика уже на экране Да, да, да Я пошел за мобильным Коля, ты слышишь меня? Да Так, ты говори Я спрашиваю, кто конвейнер будет? Обритка А, так ты говорил, что я должна попросить конвейнера, да? Ну, естественно А обритка тут? Так, обритка тут Женя Вы просили 15 минут и 5 ответов на вопрос Это вас устраивает? Ну, вы знаете, я просто Если вы не очень будете Сверяпцевать Насчет того, что я не уходу Видите ли Я буду стараться Старайтесь уложиться в 15 минут Несколько минут, мы вам простим Ну вот, я буду очень стараться Но если у меня не получится Ну, старайтесь, старайтесь Я буду очень стараться Но не сможет не получиться Спасибо 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 Так, значит Я думаю, что у нас сейчас ничего не будет Пока что Так, ладно Это все, как будет Вы второй, сейчас у второй части Да, у второй части Все, смотрите Если что Я ее открыл уже Она здесь лежит Так что потом просто Ну, в конце концов Я здесь Если надо будет, я помню Не подумайте А отсюда, да? Да Вот камера Микрофон здесь Ну, он Как это? Чувствительный, нормальный Здесь у нас У нас сюда просто Доблируются экраны На полный экран Делают Ну, вы будете Да, да Спасибо 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...